Так, дорогие мои, всем привет! У нас диалог уже за кадром слегка начался. У меня в гостях сегодня Максим Каширин, основании группы компаний Simple. Вам, наверное, известнее как Simple Wine. Эти вывески вы видели много раз. Максим, большое спасибо, что пришел. Привет, спасибо. Очень-очень рад, что пригласил. Я как любитель и ценитель винного дела и вообще вина, думаю, что сегодня мы сможем для наших зрителей пользу принести большую. На самом деле, хочется начать с нескольких вещей. Первое, я когда изучал тебя, историю компании, я пришел, так сказать, в культурный шок от того, что компании уже почти 30 лет. И для меня, на самом деле, это огромное восхищение, когда люди занимаются своим делом так долго и не меняют его. И тут у меня вот прямо сходу возникает вопрос, как вообще так получилось, что нашлось такое дело, которое 30 лет уже вообще интерес какой-то вызывает, в котором хочется развиваться. Потому что для меня это скорее аномалия, чем норма. Ну, наверное, так получилось, потому что я был определенным образом воспитан. И мне почему-то казалось, что бизнес, он по-своему тоже романтичен. Да, это не такое, скажем, циничное зарабатывание денег. Купил, продал, дал деньги в долг. Все герои литературы, которые этим занимались, они были такие достаточно негативные ребята. И наоборот, у меня вызывало всегда такое восхищение история тех людей, опять же, в литературе, которые создавали какой-то бизнес на поколение, создавали какие-то такие истории, которые передавали детям. И вот эта вот такая романтическая основа, она была в те годы, когда я начал заниматься бизнесом, мне было там 21 год, 22. И поэтому мне казалось, что я там что-то продавал, что-то покупал, и мне казалось, ну как-то это неинтересно. Ты зарабатываешь деньги, а нету истории, нет чего-то, что тебя вот как бы здесь по-простому торкает. И когда так получилось, что я встретил своего партнера нынешнего Анатолия, и вот он предложил эту историю заниматься вином в 94-м, то дальше так могу рассказать, конечно, почему так получилось, что именно эта тема. Но вот она в итоге почему-то мне показалась именно тем делом, которое могло бы стать вот чем-то таким долгим, серьезным. Ну, рынок был вообще пустой, и было понятно, что у нас впереди большой-большой путь, да, потому что это такая индустрия, она, ну, вечная. Ну да. Вот, поэтому, ну, насколько мы знаем, пока. Ну, пока что не прерывалось, по крайней мере, желание людей пить вино. Да, и отсюда появилась вот эта мысль, что у меня внутри что-то могло бы быть потом, все-таки мы предприниматели с нуля, да, то есть без капитала. Там замахиваться на приватизацию норильского никеля или на что-то еще было, не было возможности. Не у всех хватало связей и мыслей основать Сазубанк или там страховую компанию или какую-то еще большую историю, которая выросла, хотя очень много ребят обанкротилось. А я тогда, прежде чем мы пойдем дальше, мне на самом деле интересно копнуть вот в то, как идейно это получилось. Давай на сегодняшний день для ребят, я думаю, что, наверное, все знают Simple Wine, потому что я вчера, самое не смешное, еду из аэропорта, я только вот сел в машину, выезжаю, бад, Simple Wine. Здорово, интересно, что у меня завтра утро такое. И в цифрах как-то подведем на текущий момент итоги компании. Сколько людей работает, какая выручка, насколько я понимаю, у вас довольно это прозрачно. По крайней мере, те цифры, которые можешь рассказать. В компании сейчас работает порядка 2700 человек, выручка больше, чем 30 миллиардов. У нас 480 поставщиков из 40 стран мира, поэтому 85 магазинов сегодня. Но мы не только розница. Розница – это то, чем мы стали заниматься активно последние, наверное, 8 лет. А так, потому что все-таки глобальный дистрибьютор. Да, ну сейчас еще об этом поговорим. Дистрибьютор вы поставляете в рестораны, в отели и много-много-много. Куда я так понимаю, что вы вообще, ну, как бы, вы ключевой игрок, по сути, на российском рынке с точки зрения дистрибьюции? Один из. Один из. Ладно. Вот, и у меня сразу возникает вопрос. Вот смотри, смотрим на текущую картину, почти 3000 человек, 30 миллиардов выручка, и смотрим назад, да, где вот появилась идея открытия компании, которая может заниматься вином. И у меня всегда возникает вопрос, вот был ли какой-то мостик между, вот знаешь, как говорят, напишите там себе какое-то видение компании, к которой вы хотите прийти. И я чем больше разговариваю с людьми, которые пришли к большим результатам, тем больше понимаю, что очень редко есть и в начальной точке вот это вот далекое видение того, к чему ты хочешь прийти, что это будет большая компания, какая-то глобальная. Было ли это у тебя, или это в процессе все появлялось просто? Ну, когда мы начинали, конечно, не было такого совершенно, потому что была вот идея, было понимание, что вот это интересно, нам это нравится, дай попробуем. Но я, например, такой человек, я не могу ставить цели, если я не понимаю то, чем я занимаюсь. Да, то есть, ну, как бы, что бы я ни начинал, мне надо сначала разобраться, чтобы понять, на самом деле, что это может быть, как я в этом могу себя проявить. И тогда я могу что-то, ну, такое для себя определить как цель, потому что я человек достаточно прагматичный, рациональный, ну, не без эмоций, конечно, но в целом я не люблю махать шашкой и кричать, что там, все, мы начинаем это дело, мы будем там самые крутые. Это выглядит достаточно, ну, для меня странновато, потому что это хорошо выглядит тогда, когда ты понимаешь уже точно почему, и когда у тебя внутри есть это чувство, это энергия, и это уже не пустые слова, да. У нас стратегия и понимание того, что мы хотим строить возникла где-то в 99-м, после кризиса 98-го года, когда вот мы почти были на экране банкротства, почти закрыли компанию, потом все-таки решили ее не закрывать. И вот тогда, уже посмотрев вперед и окинув уже взглядом то, что мы знаем, то, что мы сделали, то, куда рынок пошел, там был большой рывок потом, экономика очень сильно поперла в 99-м, да, где-то уже в 2000-х, там, ну, потом смена власти. Там такой был очень мощный импульс, позитивный, ну, просто вот, я не знаю, как, знаете, как, прям, какая-то энергия пришла, и страна, прям, лет, наверное, 7-8, просто это был какой-то мощный, мощный. Приятное время для бизнеса. Да, мощный рывок. И вот тогда, тогда появилось понимание, что может быть и как это сделать. Вот, тогда, тогда примерно, но дальше глобальная стратегия всегда, как бы, корректировалась, без фундаментальных изменений. Интересную тему ты затронул, вот, насчет того, что нужно вначале разобраться, да, почувствовать. Вот, я тоже такой человек, который довольно-таки рационально мыслит, то есть мне недостаточно сказать себе, я там вот это сделаю, у меня нет в это веры, как бы, я сам пока не пойму на пальцах раз, два, три конкретные действия, я в это сам не верю, как бы, ну, и декларировать, скажем так, это намерение не могу, вот. Но вот, ребят, которые нас сейчас смотрят, сейчас в целом вообще культура, мне кажется, даже не только предпринимательство, а подходы к жизни немножко меняются. И я даже смотрю там на ребят, которые там 15, 16, 17 лет, слушаю, что они говорят, интересно, зачастую послушаю даже в интернете, какие у них мысли. И у них очень часто ярко выражена как раз обратная история, я там вот так хочу, и вот поэтому так и будет, да, то есть они не пытаются рационализировать какие-то вещи, не пытаются искать вот эти инструменты, они горят какой-то идеей большой, и вот поэтому, возможно, я не знаю, кстати, статистически, насколько у них там много получается, насколько нет, но, по крайней мере, эта идея пропагандируется, что ты можешь все, просто вот ты должен понимать, куда ты хочешь прийти и так далее. Вот интересно твое отношение на этот счет, насколько вот эта ничем не подкрепленная вера, какое-то светлое будущее в свою какую-то идею, большую там желание, оно в действительности имеет вес, или все-таки какой-то профессионализм, желание разобраться, и вот какая-то такая прагматичность они больше решают в вопросе бизнеса? Это хороший вопрос, достаточно сложный, потому что он философский. Мы для этого тут и собрались. Иметь энергию и иметь дух очень важно, да, потому что это то, что на самом деле тебя движет вперед, но я не верю в это без мозга, то есть для меня всегда должна быть обязательно энергия, дух, и вот это вот какая-то такая нематериальная составляющая, да, но при этом я должен все равно понимать, что это на чем-то основано. Дети сегодня часто видят истории успеха, которые красиво преподносятся, читают книжки новые, которые там говорят о том, что вот там поверь в себя, значит, раскрой свой потенциал, там и так далее, и так далее, но они забывают о том, что за всем за этим большой труд. И любой талантливый человек, который даже придумал идею, часто он пахал за эту идею, там, много-много-много лет, и жил очень бедно, там, и так далее, и так далее. История успеха, когда я что-то придумал, стал миллиардером, они есть, но это большие исключения, да, поэтому для меня, когда я смотрю на этих молодых ребят, с одной стороны, мне нравится, что они увлекаются, с другой стороны, я думаю о том, сколько этих мудряков сгорит, вот, в этом движении на свет, да, сколько будет икаров, да, поэтому, потому что на самом деле, вот, все хорошие идеи, все глобальные идеи все равно требуют труда. Ты что-то придумал, ну, хорошо, найти инвестора надо, это труд, это надо со мной подготовиться, нужно понять, что его привлечет, какие будут у него вопросы, что для него принципиально важно, какие он будет ставить для себя показатели, там, как ты будешь с ним взаимодействовать, ну, то есть, огромное количество вопросов, если ты ищешь инвестора, хорошо, нашел инвестора, какая команда у тебя, как ты это будешь реализовывать, ну, то есть, и так далее, большие идеи, они иногда так и умирают нерожденными, потому что, по сути, потому что они появились, и люди не смогли их реализовать. Часто за каждым великим изобретателем стоял интерпренер, который просто праграмматично реализовывал идеи великого изобретателя. Условно, Джобс и Возняк из разряда. Я не знаю, здесь, может быть, да, я, так сказать, не знаком с до конца человеческим профилем Возняка, чтобы понять. Да, по крайней мере, из книжек мы примерно такую картину знаем. Наверное, да. Курс валют растет. Выигрывают в этой ситуации разве что те, кто успел купить доллар по 60. Для остальных ситуация не такая радужная. Представьте бизнес, который закупает сырье или оборудование за рубежом. Поскольку он платит в валюте, итоговый товар сильно дорожает, даже если изготавливается в России. Это мы еще не затрагиваем логистику и другие процессы, влияющие на итоговую стоимость продукта. Помочь компании в этот момент может финансовый директор, оптимизировать затраты бизнеса, просчитать и предотвратить финансовые риски. Им можете стать вы на курсе «Финансовый директор» от Академии Эдюсон. Программа курса актуальна на 2023 год и учитывает все текущие условия и обстоятельства. На этой программе специалист по финансам или экономике получит новые знания, расширит свой функционал и сможет претендовать на роль финдира в компании. А собственник бизнеса, пройдя этот курс, научится видеть угрозы заранее, просчитывать риски и предотвращать кризисы. Преподавателями курса стали опытные преподаватели практики, консультанты из «Большой четверки» и успешные финансовые директора из разных отраслей. 170 уроков, 17 реальных бизнес-кейсов и тренажеры погрузят вас в мир финансов и дадут ответы на самые актуальные вопросы. Как управлять рисками и показателями? Как использовать данные финансовых отчетов? Как спрогнозировать выручку и оптимизировать затраты? А если вопросы останутся, в течение года на них ответит личный куратор. Все материалы курса и его обновления останутся у вас навсегда. А официальный диплом подтвердит вашу квалификацию. Ну и самое важное, после курса Эдюсон поможет с трудоустройством и развитием карьеры. Чтобы записаться на курс, переходите по ссылке в описании или по QR-коду. Вводите промокод «Соколовский» и получите скидку 60%, а также личную консультацию с экспертом в подарок. Поехали. Я к этому отношусь очень двойственно. Потому что самое для меня будет такое обидное с точки зрения предпринимательского взгляда на молодое поколение, идущего в бизнес. Бизнес – это поверхностность. Потому что бизнес не игрушка. Это еще более ответственная вещь, чем просто пойти на работу. Когда идешь на работу, ты отвечаешь сам за себя, ты получаешь зарплату, делаешь свою работу. Ты как бы, вот он ты, ты один. Ну да, ты можешь коллег подвезти, ты можешь подвезти кого-то. Когда ты делаешь бизнес и нанимаешь людей, и что-то ты делаешь, ты несешь ответственность уже за гораздо большее количество аспектов, да, который должен контролировать и понимать эту ответственность и так далее. Поэтому вижу зрелых предпринимателей, молодых, где энергия, я вижу, что там мысль. А иногда вижу ребят, которые, ну, так немножко мечтают, чуть-чуть. Да, есть такая, есть книга «Зеленый свет», автобиография Мэтью МакКонахи. Да, я читал. Да, и у него там такой момент был, который меня очень резонировал в одной из последних глав, как раз где он такой, трактовка реальности, да, что сегодня ты можешь стать сверхизвестным, сверхбогатым, не разбираясь ни в чем и не понимая вообще ничего об этом мире, но как бы, скажем так, современная реальность, она тебя к этому подталкивает. И вот интересная мысль, которую ты затронул на тему того, что нужно, так или иначе, работа стоит, да, за всем. Тоже где-то я читал идею про стартапы и вот то, что долго сейчас была волна венчура, что компания, придумывается идея, привлекаются деньги и так далее. И там была такая идея, что даже если у тебя есть суперидея, и ты привлек, допустим, миллиард долларов, неважно, то твоя пропускная способность, она все равно равна вот самому слабому уровню. То есть если у тебя команда способна пропустить эффективно миллион долларов, то сколько бы тебе денег не дали, ты все равно больше, чем на миллион не сделаешь, да. Или, допустим, твоя психика и твоя устойчивость, она способна пропустить миллион долларов. Вот все, тебе миллиард, хоть 10 миллиардов, как бы ничего не поменяется. И вот это такая, есть идея, то, что ты сейчас смотришь, периодически то, что видишь, вроде бы идейно, 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 а что под этим стоит, непонятно. Не могу не спросить, сказал то, что с интерпренером и вот бизнесмен, ты в партнерстве делаешь бизнес много-много лет. Меня это тоже восхищает, потому что я так понимаю, что вы с самого начала, да, то есть как бы вот у вас зародилась идея, вы вместе сделали. Какая роль твоя в бизнесе и какая роль твоего партнера? Ну, Анатолий Корнеев, мой партнер, он большой специалист, раз в области вина, виноделия и, скажем так, вообще большая умница, энциклопедист, человек, который имеет такое классическое гуманитарное образование, говорит на многих языках, такая семья начитанная, образованная, и поэтому ему нравится сам продукт, у него прекрасная память, он прекрасно обучает людей, он отвечает у нас за стратегию портфеля, за обучение глобально. То есть вот его, он много занимался рынками, такими как рынок ресторанов, там нужно было коммуницировать с Амелье, с ребятами, которые тоже изучали, и тогда их, правда, не было, когда мы начинали, но они потом стали появляться. Он отвечает за нашу школу вина, Энотрия, которой у нас учат Амелье, и за наш журнал, за контент, вот, и, как я уже сказал, смотрит за какими-то рынками. То есть вот он занимается, скажем так, продвижением глобальной винной культуры, понимаете, потому что мы не просто продаем. То есть такая продуктовая составляющая, да, идейно-продуктовая, назовем я так. Ну, во-первых, у нас наша миссия, она, как бы, по сути, состоит в том, что мы хотим возродить, да, развить русскую винную культуру. Потому что когда мы начинали, она была, по сути, утеряна. И вся наша винная культура, советская, была, там, ну, очень примитивной. Да, соответственно, мы прекрасно понимали, что без этого мы не сможем продавать товары, которые люди, ну, они не могут их понять, понимаешь? Человек не может понять, зачем платить за бутылку на 10 тысяч рублей, а не 500. Да, даже по-другому. Зачем пить сухое просто, если есть полусладкое? Ну, как бы, ну, вот, просто объясните мне. Как десертик, да? Да, ну, мне просто объясните, ну, вот, кислять это какая-то, еще заплатить за него надо в пять раз больше. Ну, вот, в чем, как бы, смысл, да? Поэтому то ли он отвечает вот за этот большой-большущий блок, да, вместе мы с ним, там, условно говоря, дискутируем стратегию, потому что стратегия, она находится и в товарной части, как бы, в продуктовой, да, в категорийной, в глубокой там части, да, и она находится в рынке, она находится в рынке, в технологиях, там, в многих вещах, поэтому, как бы, мы обсуждаем. Я глобально выполняю роль такого, ну, может быть, такого глобального стратегии, генерального директора, по сути, то есть я отвечаю за все остальное, да, за всю организацию, за все процессы, за команду, ну, вот. Вот, и у нас, поэтому такой баланс, мы гармонично дополняем друг друга, каждый занимается своим делом, и мы постоянно находимся в контакте, у нас очень, ну, как бы, близкие моральные ценности, что очень важно, я считаю, в партнерстве, очень трудно партнерствовать с людьми разных моральных ценностей, разных взглядов, разной философии, разного отношения к семьям, к детям, к, что такое честь, достоинство и так далее. Ну, да, мне кажется, в каждой конфликтной ситуации это первое, что происходит, стычка, где происходит, и если там нет стыковки, то там все сразу рушится. Ну, сталкиваются люди, не сталкиваются деньги. Ну, да, 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 реальность начинается, да, да, да. Да, поэтому, как бы, когда ты коммуницируешь, когда ты конфликтуешь, когда ты споришь, когда ты себя ведешь определенным образом, да, то ты проявляешь свои человеческие качества, поэтому наше партнерство, оно основано на таком глубоком, ну, я не скажу, в таком родстве душ, но на глубоком совпадении, да, таких ключевых принципов, ценностей, взглядов и подходов к жизни. А вы сначала стали партнерами, а потом друзьями, или были друзьями, и потом стали партнерами? Я первый раз его увидел, когда меня с ним познакомили, он как раз пришел ко мне предлагать эту историю, и он стал партнером позже. То есть он идею принес изначально? Да, он принес идею, у него не было ресурса денежного на это, у меня тогда уже был там какой-то бизнес, мы договорились, что давай начинать, там, и, значит, если все получится, как бы ты, мы с тобой вот это дело сделаем. Понял, тогда давай немножко еще назад копнем, раз затронули тоже тему, про самое начало, потому что я вот не до конца здесь понял, я смотрел интервью про тебя, и там вот есть маленький островочек информации про то, что у тебя был магазин с какими-то иностранными товарами, и все, и история дальше обрывается. Вот можешь воссоздать немного, чтобы тоже было понимание, потому что у меня, я вначале изучал, и я такой думаю, ой, ничего себе, прям вот так вот с первой попытки, бинго, да, огромная компания, можно немного предыстории, чтобы тоже у меня, и у ребят, которые нас смотрят, картинка более так целостно сформировалась, чем ты занимался до этого? Ну, я начинал с продажи оргтехники, как все, в 89-м и в 90-м, компьютеры, и ксероксы, и факсы, и так далее, да, потому что я был аспирантом тогда, закончил институт, поступил в аспирантуру, у меня родился ребенок, и мне нужно было как-то жить, потому что уже началась инфляция, уже цены стали расти, и на аспирантскую стипендию, в общем, уже было понятно, что жить невозможно, то есть не то, что там бедно жить, вообще жить невозможно. Это 20 с небольшим было, да, получается? 22, я сразу был с института, поступил в аспирантуру, вот, и я не закончил, в итоге ушел, потому что это было невозможно, невозможно уже стало совмещать какое-то там интерпренерство и науку, тем более наука стала рассыпаться прямо на глазах, и стало понятно, что все выживают, да, как бы денег туда, государство уже не давало, вот, поэтому я начинал с этого, что я только не продавал, и машины, и одежду, я открыл такой маленький скрет, у меня даже столики на Арбате были, мы продавали шапки-матрешки там. На улице? Да, да, вот, ну, как бы они были наши, то есть мы там сами появлялись, там, поработали продавцы, то есть я прошел вот всю школу, как бы, вот, такую, как бы, торговую, да, вот, прям с нуля, да, потом меня приглашали быть акционером инкомбанка, я отказался там, но у меня было очень много таких смешных историй, которые, то есть это были 90-е, это там было вот просто, вот, просто все развивалось с такой скоростью, когда мы совершали какие-то ошибки, я подал в аферы, там, меня кидали на деньги, ну, то есть я прошел прям вот, ну, вот все, что только можно пройти, и я это все прошел, и когда этот, у меня были пункты обмена валюты, там, когда я пришел к идее с магазином, я увидел у ребят и друзей такую историю, валютный супермаркет, который возят именно за валюту, да, то есть как бы не за рубли, потому что была инфляция, сильно курс менялся, это был, у меня была лицензия, я получил лицензию от Центрального банка на торговлю за валюту. То есть можно было прям за валюту продавать в магазине? А, ничего себе, я даже не знал, что такие времена были. Да, 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 конечно. Вот, ну, ценики переписывать каждый день же было неудобно. Ну, я понимаю, да. И они были в долларах. Как сейчас в целом? Ну, сейчас, нет, сейчас уже не так. Да, тогда там скачок там в четыре раза был, да, валютой. Да, да, но просто вот люди не помнят, а я там, я вел все эти курсы, у меня был такой блокнотик, я вел там все курсы, все фиксировал, анализировал, я получал эти бумажки Росбизнес Консалтинга, тогда их не было из Останникова сайта, они делали два раза в неделю рассылку, и я ее читал внимательно, потому что торги на обережи шли два раза в неделю. Ну, это вот было время, когда все только начиналось, да, поэтому магазин для меня был такой какой-то идеей получить хотя бы какой-то бизнес, который может как бы работать стабильно, вот, ну, как-то вот понятно, пусть маленький, да, но что-то там происходит, а я параллельно там все занимался, я там строил бильярдный клуб, который открылся в 97-м году, вообще я увлекался бильярдом там. Ну, то есть, у меня было какое-то количество разных идей, которых разных идей, ну, парадокс, вот, мой состоял в том, что, опять же, в силу того, что я из семьи, мама, преподаватель, папа, ученый, там, да, ну, грубо говоря, у меня не было экономической такой сметки, и не было понимания, как экономика устроена, что такое инфляция, что такое курс рубля, что такое ставка по кредиту, там, и так далее, да, что можно производить продукцию, что, то есть, весь мой, как бы, мозг, вот, достаточно примитивно смотрел на продажа, либо сервис какой-то, рестораны, там, что-то еще, неважно, вот это было что-то, что казалось наиболее доступно. Либо на оценку просто сделать, либо услугу, да, оказать. Ну, это понятный бизнес, ты можешь его понять, я же по образованию авиационный технолог, соответственно, я, ну, это, я не знаю, как бы, да, если бы я был по образованию нехтяник, или я был бы по образованию газовик, или какой-нибудь металлург, там, не знаю, который понимает индустрию, понимаешь, я бы, возможно, задумался о том, что я знаю, а меня учили технологии сварки тугоплавких металлов, там, как бы я... Не особо применимо для бизнеса, да, в тот момент времени было. Да. Ожидается, что объем мирового рынка электронной коммерции в 2023 году составит 6,3 триллиона долларов. И почти триллион из всех этих денег пройдут через Амазон. Так что, если вы, например, недавно переехали за рубеж и ищете способ восстановить прежний доход, но уже полностью удаленно и в иностранной валюте, то рассмотрите продажи на Амазон в США. Как и в любом бизнесе, в продажах на Амазон есть ряд нюансов и классических ошибок новичков. От неправильного выбора продукта до непонимания, как строить маркетинг на зарубежном рынке. Все эти трудности на пути помогают преодолеть Вандерфэмили, сервис по удаленному запуску продуктов на Амазон под единым брендом. Основатели сервиса – Артем Голдман из списка Forbes 30D30 в США и Максим Спиридонов, основатель Нетологии групп. Команда Вандерфэмили прошла этот путь уже много раз. Суммарно они сгенерировали больше 200 миллионов долларов выручки на Амазон. Вандерфэмили помогают с открытием юрлица и счетов США. Подбирают перспективный продукт с подробной финансовой моделью и маркетинговой стратегией. Сопровождают на всех этапах выхода на рынок. У них есть подробный образовательный трек для тех, кто еще не сталкивался с электронной коммерцией и бизнесом в США. А также за каждым партнером закрепляют личного трекера с опытом продаж в США. Сейчас с ними уже запускаются больше 50 предпринимателей с самым разным бэкграундом. От владельцев рекламных агентств до топ-менеджеров в корпорациях. На каждый продукт, запускаемый с Вандерфэмили, можно получить финансирование в размере 50% от необходимых вложений. Общий размер фонда на текущий момент 10 миллионов долларов. В команде Вандерфэмили понимают, что значит оказаться в другой стране и искать способы начать новый бизнес. Именно поэтому ребята организовали возможность получить индивидуальную консультацию о том, как запустить e-ком бизнес в США. По итогам консультации вы сможете решить, подходит вам этот бизнес или нет. А также, стоит ли его делать вместе с Вандерфэмили или же хотите развиваться самостоятельно. Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на консультацию. Количество мест ограничено. Поехали. И поэтому это то, что я мозгами понимал, что это может быть частным. Что это может быть частный бизнес. Кто-то уже тогда думал о более крупных историях. Кто-то там мотался, челночил в Турцию. Кто-то там делал большие уже закупки. Кто-то был уже большой импортер. Там той же оргтехники и так далее. Но нужны были связи, контакты и тому прочее. Поэтому вот как-то так все это двигалось. Уточняющий вопрос. А вот идея, когда мы говорим про симпл, ты говоришь, что уже была идея. Что-то большое такое, интересно сделать. Вот на тот момент. Постоянное. Постоянное, да. Тогда вот когда ты открывал магазин, это была идея тоже сделать что-то постоянное? Или пока еще был запрос на денег заработать? Какие-то вот там, не знаю, первый капитал сформировать? Из какого запроса тогда есть? И денег заработать, потому что, в общем, была прибыльная история. И получить нечто, что может работать немножко без тебя с точки зрения того, что это процесс. Потому что до этого я был очень вовлечен за счет того, какие-то вот эти все истории. Там, тут купил, там продал, там и так далее. А здесь, ну, какая-то история. Люди приходят, они тратят деньги, продавцы работают, там и так далее. Вот. И потом я понял, что нужно масштабироваться. Уже, правда, уже вином мы занимались. Я понял, что нужно масштабироваться. Закрыл этот бизнес, потому что я понял, что как бы, ну, я не готов идти в двух направлениях. Я вообще считаю, что есть предприниматели-инвесторы. Вот они, дух такой у них, они понимают, куда вложить деньги. Сами при этом не очень хотят заниматься. Разбираться в детали. Операционкой там, да, и так далее. Они понимают, верят, они могут какой-то проект запустить. Если он суперудачный, появляются деньги, они начинают что-то еще. И у них много бизнесов. Есть предприниматели немножко другого толка. Им нравится что-то взять и вот с этим работать. Вот с этим работать, это такой, может, немножко монолайнер, да, как бы, такой. Но это выбор человеческий, это выбор жизни, это выбор пути. А вот интересная, на самом деле, тоже тема, потому что вот этот монолайнер, это, по сути, такая баржа, да, которая довольно плавно так, медленно плывет, плывет. Ну, ты примерно понимаешь, куда ты метишь. Ну, насчет скорости я бы... Да, ну, опять же, зависит. Но, тем не менее, я к тому, что в плане у тебя нет динамики. Вот, опять же, если мы берем, там, инвесторов или, там, серийных каких-то предпринимателей, у них вот эта вот динамика есть, да, то, что ты быстро новая, 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 новая. А здесь тебе нужно так или иначе сохранять определенный фокус и, там, искать даже какие-то возможности внутри своего бизнеса. Вот, раз уж ты затронул, тоже вопрос. На твой взгляд, это выбор просто исключительно? Или это волею судеб так сложилось? Или вот как ты принимал решение о том, что ты хочешь именно вот одно, а второе закрыть? Почему не два сразу, да? Почему фокус, а не, наоборот, диверсификация какого-то своего внимания? Ну, во-первых, у меня есть определенные проблемы с доверием. Мне трудно доверять, мне трудно делегировать. Я только, только вот последний... Говорит человек, у которого почти 3000 человек в компании. Да. Я только последние, там, годы с этим, ну, работаю, да, потому что я, у меня всегда было такое почему-то убеждение. Ну, я, во-первых, прошел через предательство в бизнесе, я прошел через, ну, такие, ну, всякие истории, когда я был вынужден, например, замкнуться и полагаться на самого себя. И я где-то вдруг понял, что я не готов в моменте доверять кому-либо свою судьбу. И я делал все сам. Поэтому я понимал, что, например, два серьезных бизнеса, требующих большой концентрации и большой энергии, и больших усилий, я просто их, ну, не потяну. Да, потом, например, масштабирование магазинов, это был очень... Тогда появился седьмой континент, как раз это был такой первый пример, я увидел, что вот седьмой континент, они начинают делать один, второй, и я уже понял, как это правильно, как... Я очень быстро смекнул, что это там, ну... Ширь, да, нужно идти. Да, но я сразу понял, что это как бы совершенно другой масштаб инвестиций, да, потому что ты должен инфраструктурно расти, ты должен очень быстро развиваться, ну, то есть это прям... Ну, склады, логистика и весь этот... Да, ну, даже тогда про склады, логистику мы не думали, потому что все привозили в магазин, поставщики там и так далее, но просто это все равно как бы точка, ремонт, люди, деньги на закупку и так далее, точка, ремонт, то есть и это... И там у них были большие объекты, я понимал, что эта история такая не... Скажем так, не такая простая, и с точки зрения вот оценки моих возможностей, и тогда и финансовых, и других, я посчитал, что для меня это будет сложно, рискованно. У меня было к риску всегда спокойное отношение, то есть я там не боюсь рисковать, да, но я при этом понимаю, где есть границы. Адекватный риск, то есть, да, не слабовыми отвагами. Да, 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 да. Это тоже очень важно, потому что ты должен, ну, ты должен соизмерять все последствия, да, ты должен как бы вот это делать. Поэтому так случилось. И тогда уже были хорошие у меня мысли про винный бизнес, я стал видеть в нем потенциал, стал понимать, что мы можем расти прям, ну, прям сильно, когда я еще сделал некое моделирование с точки зрения потребления на душу населения, населения, количества, там, понимаете, стал понимать, рынок потенциальный, что он может быть там через много лет будет, но неважно. Это прям, ну, гигантский рынок для какого-то товара, в котором я могу занять какое-то место. Вот там супермаркеты, почему-то вот у меня всегда было четкое понимание, что огромное количество бизнесов, которые я вижу, таких, ну, как бы usual, обычных, там игроков будет, немерено. Да, так, кстати, и случилось. Да, и я там буду один из, там, тысячи. Вот. А моя тема, которой я занимаюсь, она была очень узкая. У нас на рынке конкурентов было раз, два, три тогда. Вот. И нам показалось, что если на ней сконцентрироваться, то это сложная, достаточно умственно емкая тема, ведь на самом деле мы не продаем какие-то из Каю, да, мы же там, большая работа, ну, если не научная, то экспертная находится за вот всем тем, что мы делаем. Мы стали думать о том, что я вот так подумал, что мы можем быть одни из немногих. Я не люблю первые слова вот эти. Знаете, вот многие, знаешь, как говорят, мы должны быть первые. По какому параметру меряем, да? Да. Как оцениваем? Да. Ну, хорошо, ты первый здесь, а остальные, да. И вот это что? То есть, как бы, обратная сторона монеты. Вот. Поэтому я понимал, что тут мы можем быть одними из немногих, и это может быть действительно чем-то, что мы сможем сделать лучше других по-настоящему, и это будет большая основа, фундамент, и это будет давать мне гарантию того, что эта история, как бы, будет расти, да? И поэтому, может быть, я не пошел в такой бизнес, потому что понимал, что сейчас, ого, сейчас там... И так и случилось, в принципе. И там началась конкуренция капиталов, по сути. И сегодня весь большой ритейл, это большие там финансово-промышленные группы, либо там, ну, магнит, мы понимаем, приобретен. Вся история с пятерочкой, которую начинали ребята, перекресток, все приобретено, X5, ну, альфа-групп там и так далее. То есть, мы понимаем, что это... Ну, с другой стороны, как в свое время Галецкий это и сказал, он говорит, как малый бизнес может прийти в ритейл, потому что если распределительный центр, стоит построить 70 миллионов долларов, да? И для того, чтобы ты просто мог предложить те же самые цены, то же самое качество, то же самое скорость. Да, ты должен был начинать тогда, вот тогда, когда была палатка. Да, да, безусловно. Хотя у меня еще была и палатка. Вот и вспомнили. Павелецкая – один из самых быстро развивающихся районов Москвы. Он уже вошел в топ-3 по уровню активности, как деловой центр города, привлекая покупателей и арендаторов. Район застраивается новыми объектами и премиальными жилыми комплексами с такой скоростью, что через пару лет вы его просто не узнаете. Новые ЖК выглядят не только стильно и меняют внешний облик Павелецкой, но и развивают территорию вокруг себя, притягивая рестораны, магазины и малый бизнес. Сегодня хочу вам рассказать про два необычных объекта недвижимости. Хотя правильнее будет сказать, что это произведение искусства. Первый – это Опус – новый клубный дом на Дербеневской набережной от легендарного бюро Цимайла Лишенко и партнеры. Клубный дом располагается в Даниловском районе Москвы всего в одной минуте от Садового кольца. Адрес дома – Дербеневская набережная 1. Близость Москвы-реки определила уникальную изогнутую форму, вдохновленную стихией воды. В проекте – белоснежные фасады и ступенчатые террасы. Всего 188 квартир класса «Делюкс». Еще из особенностей. Практически все квартиры обращены к реке. Имеют панорамные окна, угловые террасы и балконы с открытыми видами на город, Москвореку и Крутицкое подворье. Лобби – само по себе арт-объект. Умное зонирование – территория активного и тихого двора. Второй объект – Хайлайф. Это жилой квартал премиум-класса. Небоскребы, живущие в ритме большого города. Инфраструктура пятизвездочного отеля только для резидентов комплекса. Премиальная отделка квартир в стиле арт или фьюжн. Более двух гектар собственного парка с эффектным ландшафтным дизайном. В окружении делового кластера и набережной Москвы-реки. Удобное транспортное расположение, вдохновляющие виды из окон на главные достопримечательности Москвы. Друзья, если выбираете уникальное жилье для комфорта или новые торговые площади, переходите по ссылке, чтобы познакомиться с объектами поближе. Поехали! Знаешь, какой вопрос возникает? Тоже, если мы берем современное время, сейчас очень много строится вокруг именно идеи. Про то, что нужно именно найти какую-то идею, которая тебя вдохновляет, которая тебе нравится. И вот заниматься этим. И правильно ли я понимаю, что у тебя, тебе не столько вино нравилось, сколько сама идея того, что вот именно в этой теме вы можете создать какое-то влияние, создать что-то большое. Или же тема самого вина, и вообще идея культуры вина, и то, что можно пить вино вкусное, она тоже имела какой-то вес и была частью этого. Или же просто сам вот этот глобальный масштаб и какие-то перспективы финансовые, бизнесовые больше грели душу. Вино однозначно было важным фактором. Потому что тема виноделия, когда мы в нее погрузились, мы обнаружили, что тема очень интересных людей. Очень много знатных людей, по-настоящему знатных родов занимаются виноделием. Очень интересные люди в целом в вине. То есть вино – это область такая индустрии, куда приходят люди необычные. Да, конечно, есть коммерческие большие винодельники, которые производят десятки миллионов бутылок. И это, в общем, как бы регуляр бизнес. Ты больше говоришь про дома, какие-то семейные. Там как бы тоже надо быть молодцом, чтобы все это хорошо делать, потому что конкуренция большая. Но это как бы такой прям бизнес-бизнес. Если мы берем все-таки виноделие более серьезное, где малые хозяйства, средние, семейные и так далее, там очень много интересных людей. Меня это очень привлекло. Меня привлекло то, что мы будем общаться с людьми такого рода. С людьми, в общем, часто высокообразованными и интеллектуальными. То есть ты про интерес, ты имеешь в виду культура, вкус, какое-то историческое наследие, что ли, да, некое. То есть глубина какая-то. Да, что твой бизнес, он в том числе эстетский. Да. Что в этом бизнесе есть красота. И ты можешь совмещать удовольствие, общение с прекрасными людьми и, собственно, саму бизнес-функцию. То есть ты как бы занимаешься бизнесом, но вокруг тебя это, наверное, как бизнес, связанный с торговлей искусством или, там, не знаю, еще с чем-то, да. Потому что, наверное, торговать щеблем и арматурой тоже выгодно. Но это предметы неодушевленные, это такие заводские изделия. Ну и вопрос еще, наверное, ни в коем случае никого не оскорбить, но просто той среды, в которой ты обитаешь, да, условно, когда ты там продаешь вино или общаешься с людьми из арт какой-то индустрии, да, и другое дело, когда ты там на стройке, условно, живешь, и когда твои клиенты, это там строители или еще кто-то. Просто сама атмосфера, культура какая-то в этих индустриях, она принципиально разная, хотя и там, и там огромный бизнес как бы. Ну да, я себя прекрасно чувствую на стройке, и среди наших грузчиков для меня это не проблема. Не, я не говорю не про проблемы, да, но вот именно мне показалось, что это такой интересный путь, что это интересная история, в которую можно шагнуть. И был еще один большой аргумент, почему, скажем, я своему партнеру, Толя, говорю, Толя, слушай, ну здесь надо, здесь можно прям рисковать с точки зрения инвестиций и двигаться вперед. Почему? Потому что, вот я не знаю почему, мне всегда было понятно, даже когда у меня был супермаркет, я продавал Coca-Cola, Schweppes там и все остальное и так далее, и так далее, мне было понятно, что эти товары рано или поздно сами на рынок придут. Мы большая страна, мы большая территория, и все ребята, которые сейчас перепродавали эти товары, их там аккуратненько подвинут бренд-оунеры, придут все спокойно сюда, и весь этот биг-бизнес, он будет как бы под ними. Ты либо должен тогда производить что-то очень серьезное, крупное, делать конкуренцию, либо, ну, как-то, да. А наша история, много маленьких, да, и так далее, и так далее, она давала нам невероятную устойчивость и абсолютную защиту от того, что кто-то там придет и скажет, ну, спасибо, пацаны, вот такую работу сделали, до свидания. Антихрупкость, да, в современной терминологии некая такая. Ну, в какой-то степени, да, в какой-то степени, вот. Вот, и вот это был тоже хороший аргумент, что мы делаем инвестиции жизни, времени и денег в нечто, что достаточно крепко будет к нам привязано, да, и это будет что-то, что и мы будем защищать, и нас будет защищать. Потому что, ну, как бы, если что-то выбираешь как одно направление, ты же хочешь определенное понимание устойчивости этой модели, правильно? Да, да, безусловно. У меня, знаешь, возник, опять же, вопрос, когда вы начинали, вот ты сам сказал уже, что не было, по сути, рынка, да, то есть вы исследовали потенциальные перспективы, а не то, что не пугало даже, пугало, наверное, неправильное слово, но как-то не было вот опасения, что вот эти перспективы, обычные, вот, в плане того же возможности заработать большие деньги, например, в этом бизнесе, они где-то очень далеко и как-то неосязаемы. То есть, с одной стороны, локально здесь есть примерно какое-то понимание, с другой стороны, для того, чтобы сделать что-то большое, автоматически понимаешь, что потребуется много времени. Вот не было желания как-то побыстрее что-то сделать или окунуться в какие-то индустрии, которые уже все-таки были там больше на плаву, я не знаю, тоже строительство тогда, да, там, активно развелся или еще что-то. То есть, вот, как тогда принималось решение, и не было бы этого глэба, потому что, почему спрашиваю, опять же, я сам там лично себе задаю вопрос, и когда ты понимаешь, что ты начинаешь играть в какую-то долгую игру, там, на десятилетие условно, ты думаешь, блин, непонятно, что с миром будет через 10 лет, да, и как вообще строить там свои ожидания, а здесь вы автоматически заходили в рынок, который априори нужно долго развивать и нужно долго в нем идти. Тут, даже если ты захочешь, быстро вот так ничего не случится. Как вы тогда мыслили на этот счет? Ну, у нас не было мысли заработать огромные деньги. Тогда были мысли на уровне классный бизнес, здесь можно что-то построить, здесь можно что-то заработать, здесь можно действительно получить стабильную историю, стабильный доход, там, и так далее, и так далее. Если бы мне тогда сказали, что у тебя будет, там, не знаю, 15 тысяч ресторанов в клиентах, я бы сказал, сколько? Потому что там у нас было их там 20, там, 30, и мы сами к ним ездили, и сами им продавали, и сами им объясняли, и слышали такие ответы иногда, что просто мы сейчас вспоминаем и смеемся. Про Италию, мне понравилась у тебя история была, когда ты пришел в какой-то ресторан, предлагаешь им итальянское вино, они говорят, какое итальянское вино? У меня европейское, европейская кухня, да, да, да. Ишь, какое у вас вино должно быть тогда, я где-то рассказывал. Да, и поэтому у нас было много таких историй, и мы, ну, реально прям, все клены были наперечет, у нас было там три гостиницы, просто тогда их было там типа три, вот, и так далее. Это было время, когда не было ничего, поэтому у нас не было мыслей о больших деньгах. Даже когда мы поняли стратегию, поняли, что мы можем поменять уже там немножко направление и сделать уже вот то, что мы сделали сегодня, тоже не было понимания этих цифр, потому что, ну, мы же все-таки продукт для удовольствия, да, мы все-таки продукт, который однозначно зависит, я имею в виду вино, от уровня благосостояния, от того, насколько у людей есть деньги пойти в ресторан, выпить вино дома, купить его в супермаркете где-то там и так далее, да. То есть мы не до конца понимали, как тогда, как будет все, мы просто были молодые и очень верили, да, но мы верили, скажем так, я верил в то, вот это важный, наверное, момент, я точно верил в то, что Россия европейская страна с точки зрения, определенного менталитета, мы не азиатская страна, мы все равно будем есть по-европейски, мы все равно будем думать по-европейски, у нас слишком большие европейские корни здесь, и часть нашей территории однозначно Европа, да, мы одной ногой стоим в Азии, но если мы поедем в Владивосток, там все равно как бы русский дух, да, и... И праворульная машина. — Ничего страшного. Вот, поэтому я понимал вот это, и я понимал, что мы придем к какую-то точку, в которой пришли другие страны, типа нас, и я изучал американский рынок, потому что американский рынок, он как раз вот немножко был похож, потому что это рынок вот с нуля, какие-то люди приехали в Америку. — Да, иммигрантов налетело, создали на через страну. — Да, со всего мира, да, потом они какую-то виноделью у себя сделали, тоже не очень много, на самом деле, они производят, все равно много покупают импорты там и так далее, и так далее, и они все равно к чему-то пришли. Потому что страны типа Италии, Франции, Испании, они на виноделии были веками, это для них абсолютно естественная часть, да. — Было интересно посмотреть на там северные страны, но они не совсем похожи на нас, частично там такие, как Норвегия или Швеция, да. Поэтому вот мысль о том, что Москва и большие города, они скорее будут жить по некой европейской модели человеческой жизни, да, вот она нам давала еще уверенность в том, что это как бы интересная история. Мы никогда не ставили, скажу честно, перед собой денег заработать миллиард долларов, или там 500 миллионов долларов, у нас даже сейчас такой цели нет. Потому что, не знаю, я не очень понимаю эту цель. Она для меня не очень ясна в том смысле, ну хорошо, ну вот заработать миллиард, а как, а что, а вот зачем. Ну то есть мне гораздо интереснее там цели построить что-то, что-то создать, что-то сделать, ну то есть вот такие цели. Я думаю, что любой спортсмен, который играет в профессиональном спорте, там теннисист, например, да, наверное, он думает заработать призовых. Но я не очень думаю, что Федерер или Надаль или там Джокович, они думали так. Так, моя цель заработать 20 миллионов долларов. Они все думали так, я хочу выиграть Раван Гарос, я хочу выиграть Большой Шлем, я хочу выиграть Умблдон. Ну то есть они хотели победить. Как только ты зарабатываешь деньги, достаточные для жизни, ты начинаешь, ты должен думать по-другому. Это как есть, я, во-первых, фанат тенниса, я так понимаю, это тоже, да? Я люблю теннис, я играю в падл, а еще я хоккеист. Я люблю теннис, играю в падл, а в хоккей играл раньше. Ну ладно, я недавно видел нарезку такую интересную как раз про, только с гонщиками Формулы-1. Просто подходит каждому гонщику Формулы-1 и говорит, какая твоя главная цель в жизни. И все говорят, стать чемпионом Формулы-1, стать чемпионом Формулы-1, стать чемпионом Формулы-1. И в конце Юки Цунода такой, открыть свой ресторан. Ну вот, ну я к тому, что про Юки Цунода смешно, но суть не в том, что никто не горит за, да, никто не горит за работу денег, что для них идея ключевая другая абсолютно. И в целом, если вот опять же копнуть, то если у тебя есть цель заработать денег, то ты другую стратегию должен строить. Даже в том числе там Формулы-1. Ты будешь выбирать ту команду, которая предложит больше зарплату, а не ту команду, которая предложит лучший автомобиль, да, более быстрый, или там еще что-то. Или поставить тебя, например, первым пилотом, а не вторым пилотом. Ну для денег, на мой взгляд, все равно должна быть другая цель. То есть, когда человек ставит перед собой задачу заработать миллиард, за этим кроется другая цель. Человек просто ее не афиширует. У кого-то это амбиции, тщеславие. У кого-то это желание просто навсегда прекратить работать и просто прожить жизнь там с семьей, с детьми. То есть, всегда за этим миллиардом, миллионом и там другой цифрой есть другая цель. Просто люди либо себе не признаются в этом, либо мы просто их не спрашиваем, а они не говорят. Или они сами себя не спрашивают, в первую очередь. Да, но я не верю, что у кого-то есть цель денежная, и это реально цель без другой цели. Ну да, я здесь согласен. У меня, кстати, знаешь, какой вопрос возник тебе? Я пытался вообще про тебя найти какие-то материалы, там еще что-то, из того почти ничего нет. И мне кажется, что у любого предпринимателя, который строит что-то большое, у него так или иначе есть вот это эго, да, и желание получить какое-то признание или еще что-то. И в целом, если мы посмотрим, как бы так исторический клад, что рано или поздно предприниматель, который построил что-то большое, он хочет, да, там, что про него написали, что про него просмотрели, а с тобой очень мало всего. Как бы, вот как так вообще случилось? У тебя вот это вот желание быть признанным, оно не так сильно развито, или ты как-то по-другому это получаешь? Или вот, например, знаешь, такой интересный вопрос у меня у самого возник. Думаю, интересно, большая компания, а про человека вот так мало информации. — Пиар плохо работает. — По правилам ты делаешь. — Не, но есть все равно вот это желание получить признание? — Ну, слушай, ну я, например, получил предприниматель года Эрнстон Янг в категории, в номинации «История успеха», например. Дело в том, что, ну, наверное, во-первых, я внутри человек скромный, и внутри не считаю, ну, всегда критически себя оцениваю. То есть у меня такой уровень самокритики, я как бы себе всегда говорю, что ну а что такого выдающегося, ну а что такого особенного? Ну, то есть я как бы, ну, а вон другие ребята какие вещи делают. То есть я всегда как-то так, ну, немножко себя в этом плане балансирую, но это, во-первых, позволяет более трезво смотреть на вещи и на результаты, и не терять ощущение реальности. Вот. Ну, не знаю, у меня были, в основном, бизнесовые интервью, там, к иммерсанту, ведомостям, достаточно регулярно, много комментариев в прессе по нашей среде бизнесовой. — Да, как раз по вашей среде вины там тебя много. — Да, по госрегулированию, там, и так далее, и так далее, но просто не знаю. — Ну, значит, не было самоцелью, как минимум. — Да, у меня как-то, да. Я не могу сказать, что я прям, расскажите, давайте я расскажу, давай тебе поделюсь, да, то есть как-то... — А вот такой вопрос еще, про мое любимое эго немножко. Вот ты рассказал результаты кого-то еще, а вот когда ты смотришь, у вас большая компания, и ты видишь, что у кого-то там еще больше, тебя это подстегивает как-то, тебя это, не знаю, задевает по-предпринимательски, или там, я не знаю, появляется какая-то злость, или вот ты больше сфокусирован на своем деле, и глобально, ну, кто-то что-то там делает, ну, и вот у нас своя дорога. — Вот последнее, как раз я в компании исповедую песню, подход песни сенатора «My Way», я им говорю, ребят, слушайте, ну, если мы будем на всех смотреть, мы забудем, куда идем. Ну, это просто как бы, это вообще в принципе, надо быть с этим аккуратнее, потому что люди делают очень много разных вещей, умных и глупых, полезных, бесполезных, там, правильных, неправильных, если мы на все будем смотреть, ну, мы прям с ума сойдем, да, поэтому, да, стратегия «я иду своей дорогой», она как бы у меня корневая. Да, и когда со мной спорят, я все время говорю, слушайте, ну, вы же не спрашивайте соседа, как вам воспитывать своего ребенка. Вы не смотрите на его ребенка и делать, и не копируете. У вас есть ваша семья, ваш ребенок, ваше понимание его, ваша культура, ну, много вещей, да, вы делаете то, что вы считаете правильным и нужным. У меня никогда не было зависти, я думаю, что... Черный. У меня была белая зависть. — Хочу так же, да? — Ну, когда я видел у кого-то что-то, я говорил, блин, круто. То есть я не говорил, вот, блин, там... То есть я как бы понимал, что, во-первых, я понимал, что так можно. То есть это достижимо. Я вообще много мечтал в жизни. И когда я там общаюсь с молодежью, или когда там у меня были даже какие-то такие встречи там со студентами, там и так далее, я всегда говорю о том, что нужно обязательно мечтать. Но нужно обязательно мечтать... Вот тонкий момент, да. Кто-то, все мечтают быть космонавтами, один становится космонавтом. Ну, окей, как бы, да? Если мы все будем мечтать стать Илонами Масками или там еще там кем-то, то, конечно, наверное, получится далеко не у каждого, да? И мечты должны быть, ну, какие-то, может быть, не то, что с ним приземленные, да? Но как будто ты должен понимать, что ты реально этого можешь достичь. Это реально тебе по плечу. И в этом ничего такого страшного нет. Надо мечтать. Я мечтал, я никогда не завидовал по-черному, радовался за ребят. Я перенимал какие-то вещи. Я видел что-то, что мне нравится. Я радуюсь, что у ребят большие компании. Я радуюсь, что русские создают большие компании. Я радуюсь, что русские выходят на международный рынок и становятся успешными. Это замечательно. Это круто для всех. Это круто для нас тоже, потому что повышает репутацию русского бизнеса и показывает, что россияне – это не какие-то там выскочки, которые тут пришли, там, с насколкой что-то сделали, а это реально умные, глубокие, серьезные ребята. И мальчишки, и девчонки. Поэтому как-то так. Но принцип моего пути, он все равно краевоуголен. Не, ну это, безусловно. А мне, знаешь, еще тоже немножко возвращаясь назад, ты сказал то, что вот когда человек, ребенок, предприниматель, неважно, он ставит себе какую-то идею, мечту, но она ничем не подкреплена, да, это, как правило, там, ну не то, что как правило, а в большинстве случаев это не приведет ни к чему хорошему. И вот мне интересно, вот вы же, по сути, начинали бизнес в то время, когда не было культуры как таковой бизнеса, не было какого-то там, не было сколковой или еще чего-то, каких-то организаций, структур, компаний, которые помогали, обучали и еще что-то. А при этом, ну как бы я там слышу и чувствую, что у тебя такая философия довольно устойчивая относительно своего бизнеса и вообще там своего подхода. Вот это как-то оно к тебе пришло с самого начала и ты был пронизан какими-то этими идеями, там, знаешь, с 18 лет, или это просто по ходу пути каким-то образом нарабатывалось, и ты этим обрастал и формировал эти идеи. То есть, перефразируя, это сейчас, глядя назад, ты можешь сформулировать какие-то идеи и объяснить, почему вы двигались так или иначе. А тогда ты мог сделать так же, или тогда вы просто по ощущениям как-то шли куда-то и просто вот постепенно, постепенно, постепенно обретали опыт. Или изначально была вот такая вот твердая, фундаментальная какая-то история в голове? Ну, я всегда, во-первых, с детства, я был так воспитан, либо, может, такое качество, я всегда шел своей дорогой. Например, я был, наверное, единственный мальчик в классе, который не курил. И мне было еще все равно, что мне говорят, что меня дразнят там, или там еще что-то мне было до лампочки. Я просто не хотел курить и все. И в этом не было вызова. Это не было, вот я такой, а вы такие. Ну, я просто не хочу, камон. Ну, как бы ничего такого. При том, что я попробовал, мне просто не понравилось. Да и все. То есть у меня было, у меня никогда не было вот этого, вот этой боязни быть другим. Вот. И не знаю, я много читал, я как-то, не знаю, был воспитан в такой семье, наверное. Я до сих пор не понимаю, я интроверт или экстраверт. Я какой-то туда-сюда. Потому что я люблю в одиночестве побыть, мне это очень нужно. Прямо очень нужно, да. Гулять, думать. Где-то там. Я, например, там дайвингом занимался. Всегда. Тишина. Да, тишина, кайф. Ты можешь подумать. Вот. Созерцать там какие-то мысли. Вот. И при этом мне нравится общаться. То есть я, в принципе, общаюсь, делюсь с людьми. Я не стеснительный в том плане, что я там сижу там в уголке там. И так далее, и так далее. Но я не пытаюсь быть выскочкой, яколкой там, и там, и так далее. Да. То есть какой-то, у меня такой был всегда сбалансированный подход. А жизнь меня поднаучила. Она меня как бы, я ошибок понаделал. Поэтому жизнь меня потрепала. И я мудрел. Да. Я прошел очень много разных вещей. Таких прям жестких. Да. По-настоящему жестких. Вот. В предпринимательской своей карьере. Если что-то чуть-чуть на Осколково. Такая из... Подожди, как я завтра попал. Да. Там есть такая... Я учился на лифте. Лифт такая из программы. Ага. Андрея Шаронова. И там есть такая линия жизни. Ты рассказываешь свою линию жизни, ставишь пики, падения. Я когда нарисовал и рассказал, я думаю, там немножко все прифигели. Там просто карнеограмма, да. Потому что у меня были... Ну, у меня было... У меня столько было прям реально драматических моментов между жизнью и смертью. Там и в физическом плане, и там в разных планах, да. Там реально сложных историй. Поэтому жизнь меня, она прямым образом как бы сформировала тоже. Да. Но, понимаешь как, компания росла так быстро. Компания удваивала бизнес каждый год. Когда я там начал ей заниматься уже очень плотно, да, мы росли с такой скоростью, что у меня по сторонам смотреть было некогда. Когда кто-то мне там начинал говорить, Максим, там вот, образование, там, посмотри туда, посмотри сюда. Я говорю, слушайте, у меня сейчас Формула-1, погодите. У меня сейчас машина Формула-1. Я еду, вот я сейчас не могу смотреть, что написано на рекламах, там, зрители, там. Подождите, я вылечу с поворота просто. Туннельное видение, да? Да, я вылечу с поворота. Если я вылечу с поворота, это конец. Вот. И так я ехал почти 10 лет. Ничего себе. Да. Ну, там, мы росли там по 100%, там, по-моему, 4 года подряд. Потом там 80, 60, 40. Ну, то есть все равно большие цифры. А это большая, это не просто рост, это большая трансформация, по сути, каждый год. То есть ты, чтобы ты, ну, удваивался, да, ты же не просто должен купить больше и продать больше. Нужно больше людей, больше складов, больше машин, больше поставщиков, больше клиентов. Всего больше. То есть ты должен успевать, реагировать. И у меня был такой период, где-то с 2001 по 2011, когда это все продолжалось. И, ну, вот, я там был настолько сконцентрирован, что там даже вот особо по странам смотрел. И когда оно получалось? Что меня еще драйвило? Когда ты понимаешь, что у тебя получается, ты думаешь же еще, ну, а нафиг там, что куда смотреть? Ну, как бы, ну, все же идет. Ты же, ты же понимаешь, что у тебя получается. Ну, и вот, и что? Я сейчас пойду посмотреть, как у кого-то не получается, или получается хуже, чем у меня, там, ну, условно, да. Но у меня получается, надо держать, как бы, здесь, вот эту, на кончиках пальцах всю эту историю, с командой работать, там. Мне приходилось очень много команд менять, там, к сожалению, там. То есть, поэтому, не знаю, вот, вот эта вот концентрация вот такая, она еще была и вынужденная, да, потому что у тебя, как бы, варианта, как бы, либо замедляемся, начинаем туда вот это все смотреть туда, смотреть сюда, там. А я думал, как, ну, я замедлился, другие поедут. Я потом буду с конца опять, значит, догонять. Знаешь, интересно всегда звучат истории, когда, с одной стороны, смотришь, и у тебя компания почти 30-летняя, там, супер успешная в своем сегменте, и вот все хорошо, все получилось, и, там, компания продолжает расти и так далее. Причем я смотрел, за последние годы вы довольно-таки неплохо растете по цифрам. То есть, динамика сейчас... У нас кагр 20%. Да, то есть, как бы, несмотря на то, что объем-то вырос сильно, вы все равно продолжаете быстро расти. А с другой стороны, ты говоришь, что были какие-то истории, которые, там, условно, между на грани жизни и смерти. И всегда, знаешь, через призму человека, который смотрит, это воспринимается так, знаешь, то, что предприниматели зачастую, когда они пришли к какому-то результату, они всегда говорят, что было сложно. Но очень редко кто-то рассказывает, в чем именно. Можешь рассказать какой-то пример из жизни, где вот ты, на твой взгляд, считаешь, что было реально сложно, и ты помнишь, в первую очередь, эмоционально, что ты переживал такие времена тяжелые, что тебе казалось... Знаешь, бывает ощущение, что как будто это не кончится, да? Какая-то вот проблема, и что все, вот полная жопа. Да, конечно. Ну, из последнего, из такого тяжелого, именно вот уже в Симпле, это был 2011 год, когда появилось Росалкогольорегулирование, как организация, которая должна была регулировать алкогольный рынок, вы приветствовали ее появлением, вообще считали, что надо, чтобы как-то алкогольный рынок регулировал кто-то, ну, кто-то как-то умно, потому что нас никто не регулировал конкретно, и все одновременно. Это хуже всего, да, когда никто и все. Вот, и ты не знал еще, к кому бежать. И когда Росалкогольорегулирование появилось, они на самом деле, вместо того, чтобы только регулировать, они стали зажимать гайки так жестко, и, мягко говоря, разрушать компании, по сути. Вот, и мы попали вот под такую раздачу, прям под очень жесткую. Когда нас со всех сторон, в общем, атаковали там федеральные органы, нам не давали, нам не обновляли лицензию, ну, то есть компания боролась вот просто за свое выживание, потому что, в принципе, если бы мы не получили лицензию, как бы алкогольную, оптовую дальше, ну, просто конец. Я так понимаю, что это был масштаб 5-6-7 миллиардов на тот момент, да? Я просто помню. Я уж и не помню. Я просто помню, как раз с Олегом Тиньковым вы обсуждали это, по-моему, 12 лет назад. А, так это тогда и было, и ты там называл цифры в районе 4 миллиарда. Нет, Тиньков был до этого. А, ну вот ты там называл 3,5-4 миллиарда. Да, это уже было под 10. Ага, ну еще. 10 там, наверное, да. Вот, и это было, это было, и я не знал, в какую стену пробить, какую дверь зайти, потому что это была прям бетонная история. Вот просто бетон вокруг. И куда бы я ни шел, мне все говорили, забудь все, как бы твое дело капец, там, тебя приговорили, твою компанию закрою. Вот мне прям хочется, знаешь, копнуть именно в твои действия и в твое восприятие мира в тот момент, потому что, ну вот я там по своему опыту могу сказать, что именно там, да, проявления в каких-то ситуациях не совсем лакомых, они характеризуют тебя с точки зрения, там, тебя как предпринимателя, тебя как человека и так далее. Вот у тебя ситуация, когда тебя со всех сторон давят, когда твой бизнес разваливается и когда начинаются большие проблемы, что ты делаешь в этот момент, когда вроде бы у тебя нету под рукой решения? Вот ты вроде смотришь на твой набор, а решения нету. Ну, я, во-первых, его ищу, это первое. Во-вторых, я в любом случае пытаюсь понять, как мне вести бизнес в этой ситуации, потому что у нас много компаний, да, нам не давали лицензию на главную компанию, но у нас были еще компании с лицензией, мы пытались перестроить, мы все равно пытались перестроиться, даже в этой ситуации мы боролись за выживание, боролись за живучесть. В моменте, как компании параллельно, я пытался разобраться и понять, что происходит в таких уровнях. Так или иначе, мне нужно решать вопрос, и я же в итоге его решил. Я думаю, что во многом это благодаря тому, что у Симпл была очень хорошая репутация. То есть мы не были компанией-хулиганом, компания, которая не платит налоги, или занимается контрабандой, и так далее, и так далее. То есть мы как бы, как компания на рынке, мы выглядели хорошо. То есть убивать такую компанию с точки зрения государства, ну как бы, а зачем? То есть компания хорошая делает хорошее дело, на хорошем счету, все ее уважают, все к ней относятся позитивно, клиентов в компании уже тогда было достаточно много, в том числе весьма влиятельных и так далее. Поэтому вот я думаю, вот этот фактор в итоге мне и помог, скажем так, достучаться до тех уровней, которые прекратили это безобразие. А знаешь, еще тоже интересный момент, как партнеры ведут себя в этот момент, потому что опять же кризисные вот эти ситуации в компании, они очень взаимоотношения партнеров, знаешь, так просвечивают, скажем так. Вот в такие кризисные моменты, как у тебя взаимодействие с партнером твоим строилось, и как вы вообще, какие диалоги были между вами? То есть вы скорее такая как слаженная команда, давай все это, победим это, или же были какие-то разногласия из разряда, давай к чертовой матери все это закроем и пойдем заниматься чем-то другим? Нет, конечно нет. Конечно никаких закроем не было разговоров. Я сказал, слушай, я занимаюсь этим вопросом, у нас не было никаких вообще разногласий, это было полное единство. Мы проговорили некие варианты B, C, D, которые могут быть если, да, потому что мы понимали, что нас же закрывают не просто так. В какой-то момент могут же прийти с предложением, у нас же как бывает, сначала плющим, а потом мы говорим, слушайте, ребят, тут вот у вас проблемки, мы можем помочь. И мы с ним обсуждали планы B, C и D, у нас не было абсолютно никакого настроения закрыть там бизнес и так далее. Я сказал, где мне нужна его помощь. Я ему сказал, слушай, вот у меня сейчас нет времени, мне нужно, чтобы ты сделал вот это, вот это, вот это. Во-первых, очень нервничали поставщики, мы же лицензию не получаем, им все пишут, наши конкуренты, вот смотрите, символ лицензию не получил, сейчас их хлопнут там и так далее, и так далее. Поставщики стали нервничать, ну это же наши партнеры, да, мы им денег должны, потому что в том числе мы же товары, покупаем, продаем там и так далее. Поэтому я говорю, слушай, вот ты давай там успокой, ребят, я буду заниматься тем, чем я занимаюсь, потому что, ну, я примерно понимаю, да, как это можно решить, теоретически, да, как бы, но это сложная там задача. И, ну, потом мы делали такие вещи, нам же лицензию не давали по формальным основаниям, да, не потому что не хотим, а вот замечание такое, мы, я там упорно устранял все эти замечания, я формальную сторону закрывал просто, я говорил, хорошо, окей, ладно, претензии такие, исправим, значит, и я исправлял все, что нужно, снова подавал на лицо, мне новые замечания, я говорю, окей, я исправлял, то есть я как баран, вот, упертый, я делал все то, чтобы убрать, вот, формальные замечания тоже, потому что когда ты где-то вот в итоге пытаешься решить вопрос, а у тебя есть формальные замечания, ну, как бы, всегда могу сказать, ну, как, ну, слушайте, мы бы дали, но у них бы там вот что-то не сделано, да, поэтому я вот эти вещи тоже все делал, поэтому я просто боролся, я, вправе, еще женился в этот момент, это вообще, то есть у меня была, у меня свадьба была в это время, то есть это вообще было, то есть это был такой, это было нечто, в общем. Кстати, у предпринимателей тоже вот с этой упертостью есть такая тонкая грань, потому что, с одной стороны, предприниматель — это как раз тот человек, который умеет дожимать вопрос, и вот там, где надо, он умеет дожать настолько, насколько это надо, с другой стороны, вот эта вот предпринимательская черта, такая эгоманьячная, да, доказать, сделать, Она зачастую предпринимателям мешает там, где нужно отступить, избрать другой вектор или еще что-то. Есть вот такой тонкий момент. Не знаю, было ли у вас такое или нет, даже если нет, мне интересно твое рассуждение на этот счет. Вот как понять момент, где нужно дожать и где ты должен через слезы и кровь долбить в одну точку, чтобы получить результат, а где ты наоборот должен сделать выбор того, что нужно просто развернуться и избрать какой-то другой вектор. Потому что это вот, опять же, зачастую, особенно у ребят, которые начинают, там первые годы пробуют какой-то бизнес, у них, допустим, не идет, и вот как понять, вот это не идет, потому что ты идиот не дожимаешь, да, потому что ты вот там халтуришь или еще что-то. А где объективно тебе нужно просто понять, что это не твое, просто не твоя сфера, не твой бизнес, не знаю, просто не клеится у тебя, и пойти другой дорогой. Вот поразмышляй на этот счет. Ну слушай, ну это нет одного рецепта. Ну понятно, да, здесь все слишком гибко, но тем не менее. Ну надо уметь проигрывать битвы, чтобы выиграть войну, это как бы понятно, да, и кто занимается спортом прекрасно знает, что поражение делает нас сильнее, поэтому мы на поражениях учимся точно так же, как на победах, вот, просто есть, вот для меня есть такие битвы, где я понимаю, что это принципиальный вопрос, причем принципиальный вопрос не эго моего, вот это очень важный момент, а это принципиальный вопрос для бизнеса, для жизни, он принципиальный, да, там здоровье, например, это же принципиальный вопрос, да, выживание твоей компании, это принципиальный вопрос, но ты, я все равно для себя определяю ту цену, которую я готов заплатить в этой битве, то есть я могу сказать, окей, но я вот до этого уровня я дойду, дальше, наверное, я подумаю, готов я эту цену заплатить за это, да, ну, есть, конечно, вещи необсуждаемые, мы платим любую цену за родных и близких, то есть мы убираем страну, да, мы говорим про бизнес, вот, но я не пытаюсь, например, выиграть любой контракт и любой тендер, а смысл? Я пытаюсь выиграть только то, что я считаю правильным выиграть на правильных условиях, да, конечно, я защищаю своих клиентов, конечно, я не даю конкурентам забрать мою клиентуру, то есть мы все делаем как бы достаточно разумно, да, но при этом, как я уже сказал, не надо концентрироваться на какой-то одной истории, если ты понимаешь, что есть гораздо более крупная, ее не проиграй, как бы, да, поэтому это вопрос, это сложный разговор очень, понимаешь, это такая, здесь нужна мудрость человеческая, да, я вижу просто молодых ребят, они по-разному зреют, вот эта зрелость, которая у нас наступала раньше в чем-то, у советских людей, потому что мы были гораздо более самостоятельные, мы были гораздо более независимые с детского садика, я в детский садик ходил сам, вот сам, выходил из подъезда и топал сам, детский садик. Сложно себе представить, да, это в текущей реальности. Ну, он там был, там, через трамвайные пути, кстати говоря, он был, значит, там, и в какую-то старшую уже группу, мама мне сказала, ну, там, что, там, топай, дойдешь, дойдешь, там, что, ну, а как люди работали, какие варианты, как бы, вариантов нет, да, мы выросли иначе, сегодня наши дети выросли по-другому, и эти дети, они другие, да, поэтому это надо учитывать, вот эта зрелость, она, и мудрость, она, у них в чем-то есть своя зрелость, там, своя мудрость, к которой, может быть, мы пришли позже. Вот, потому что они социализируются быстрее, они сейчас общаются гораздо больше, они человеческие отношения раньше начинают понимать, мы все-таки чуть поменьше, у нас там школа, пионерский лагерек, там, значит, институт, строит отряд, там, ну, и так далее. Вот, ну, и мораль была другая, у нас была мораль и этика другая, поэтому люди были немножко по-другому. Поэтому вот эта зрелость, мне кажется, должна помогать ребятам делать вот эти выводы, да, и понимать, потому что иногда даже ты можешь отступить, вот мы же не сразу, например, поставщиков своих получаем, у нас очень много битв за поставщиков идет. Ты знаешь, у нас, ведь у нас же такая ценность, это поставщик, ведь мы же не производим сами все, да, то есть мы боремся за кого-то поставщика с конкурентами по очень, да, много лет. Я так понимаю, что, поправь меня, если я не прав, что поставщик, проблема заключается в том, что он производит какое-то определенное количество, да, и он не может, условно, продать всем, кому он хочет, да, он может продать только какому... Ну, ты борешься за эксклюзив, по сути. А, за эксклюзив, то есть вообще, чтобы только ты, условно, на территории продавал. Да, да, и у нас рекорд – это 10 лет борьбы, например, 10 лет за поставщика, да, и мы проигрывали, но мы не отступали. Я говорил себе, окей, через 3 года мы придем опять. И мы делали какие-то выводы, приходили через 3 года, мы понимали, то есть можно проигрывать спокойно битвы, но надо стараться выиграть войну, как я сказал, да, поэтому, когда смотришь на хоккей, кубок Стэнли, финал до 4 побед, 7 игр, ты можешь проиграть одну, но, как бы, ты должен выиграть серию. Поэтому я очень много ребятам из спорта примеров привожу, потому что они очень хорошо помогают понять, как работает. Потому что у меня есть такое выражение, когда народ говорит, вот мы, я говорю, ребята, самое главное – счет на табло. Мы могли бегать, прыгать там. Поломать кого угодно. Да, что угодно, на табло смотрим, какой там счет. Вот. Вот это вот, пожалуйста, не забывайте про счет на табло. Да, мы должны спокойно проигрывать. Мы должны уметь проигрывать, мы должны спокойно к этому относиться, но я привык проигрывать в борьбе, я не привык сдаваться. Я буду воевать, я буду, как бы, биться до последнего в рамках разумного, то, о чем я тебе говорил, да. Но лучше я проиграю в борьбе, потому что я огромное количество ленингов получу. И про себя, и про команду, и про ситуацию, и про противника. Да, здесь, мне кажется, это, знаешь, такой определенный тонкий баланс какого-то твоего внимания, то, на чем ты концентрируешь свое внимание. Потому что, да, если ты сконцентрирован на том, чтобы доказать что-то кому-то, то ты уводишь фокус с войны. Псевдоцель. Да, ты уводишь фокус с условной войны общей на какую-то локальную битву, которая в реальности не имеет значения. Да, иногда как нужно уметь отдать, как бы, там, пешку, чтобы… Да, надо вообще этот персонал, как бы, вот этот персонал филинг, вот это мое личное, да, нужно с ним работать, потому что надо понимать, что ты, когда… Многие конкурируют на уровне личностей. Моя компания – это я, а его компания – это он. Нет. Твоя компания – это твоя компания, а у него тоже компания, и вы работаете компаниями, друг с другом боретесь. Если ты начинаешь на личности перекладывать, это меняет вообще все, и начинается, ну, не та история. Не те амбиции стоят, на первых. Да, да, это за девушкой я ухаживаю, да, и ты ухаживаешь, и я с тобой конкурирую, ну, потому что так это устроено, и это нормально. Но вот это, кстати, как раз такой животный мир, мир эго, да, что пришел царь горы, и он, как бы, для того, чтобы там завоевать, он должен всех убрать. Ну, подожди. А здесь, как бы, немножко другая в бизнесе история. Да, но тут убеждает личность, а здесь должна победить твоя компания. Да, роль личности тоже велика, но нельзя ее гипертрофированно вызвать, потому что как только начинаются личные счеты, теряется разум, теряется вот это понимание, а что на самом деле хорошо для бизнеса. Да, мы начинаем думать, что, а я тебе вот так тогда отвечу. Да. А, блин, а вот так надо отвечать? Да, как с холодной головой бы я поступил. Вот здесь, кстати, тонкий момент такой тоже по поводу вот личности, и доказать там через себя, через какие-то свои собственные результаты, опять же, сегодняшнюю вот эпоху интернета, инстаграма и вот этого всего, что мы наблюдаем, да, такого эмоционально определенный раздражитель, когда ты, будучи там предпринимателем, или неважно, не предпринимателем, ты, наоборот, не предприниматель, ты просто занимаешься тем, что тебе нравится. Ты журналист или ты художник. А потом ты заходишь в социальные сети, в инстаграм, а там какой-то предприниматель что-то создал, замутил, и вот он уже на яркой красной машине едет там по берегу океана, и ты смотришь, и это выступает для тебя таким определенным раздражителем. И вот мне кажется, у тебя четверо детей. Вот, кстати, тоже интересно с точки зрения твоего отцовского влияния, да, и каких-то донесений смыслов. Вот человек же для того, чтобы достичь своего, раскрыть максимально свой потенциал, и для того, чтобы еще и удовольствие от всего этого получать, он должен как раз, да, my way, он должен следовать своему пути. Но вот эти вот раздражители, особенно в сегодняшних реалиях, вот ты опять же сравнивал там с 90-м, я вот помню, я в школу уехал, и я не знал, там, мой друг, он приедет сегодня в школу или нет, потому что у меня с ним не было особой там связи. А сегодня ты заходишь, и ты знаешь, что, у кого, как, чего, и для тебя это все выступает таким очень такой большой эмоциональной нагрузкой, потому что ты зачастую принимаешь решение не через призму своего «хочу, хочу реализовать, хочу вот сделать что», а через призму того, а как я буду смотреться, да, как на меня будут смотреть, а у того есть, а у того нет. Вот мне интересно твое восприятие, как ты, ну, наверное, у тебя в меньшей степени, так как ты уже к тому моменту, как это все образовалось, уже супер состоялся, ну, так или иначе, у тебя вот есть дети, например, как ты им доносишь какие-то смыслы, какие идеи ты им закладываешь, для того, чтобы они могли следовать своему пути и не отвлекаться на все вот это вот, на вот эти вот раздражители? — Ох, сложный вопрос. Стараемся закладывать через формирование понимания истинных ценностей, во-первых, и понимание того, что жизнь настолько многоогранна, многообразна, что люди живут разной жизнью. Есть люди, живущие гораздо лучше нас, но есть люди, которые живут и хуже нас, к сожалению, да, поэтому мир устроен так, что людей очень много, и у них у всех свои судьбы и свои истории. Моя задача — научить своих детей все-таки понимать самих себя и уметь вот эти раздражители правильно балансировать пониманием, ну, как бы, своей личности, да. Я покидал Инстаграм, по-моему, 4 года назад. Я там побыл какое-то количество времени, попользовался, потом я понял, что это, ну, во-первых, убивает вообще кучу времени, потом это мешает мне жить. — Даже у тебя? — Да. — То есть ты подзалипал там? Ну, это, как бы сказать, это сбивает тебя с истинных целей. Вот для меня это информационный мусор, потому что есть мои друзья, я так знаю, что с ними происходит, я могу им позвонить и сказать, братан, какие дела, там, что нового, там, пойдем поужинаем или там пообщаемся, наши жены общаются, мы общаемся с семьями. Вот это как бы гораздо мне интереснее узнать вот эти новости, чем там просто какую-то картинку какого-то незнакомого человека, который выставил там что-то. Вот, ну, потом уже есть прекрасный фотошоп, все офигенно стройные и красивые. — Да-да-да, и только ты один, да, с лишним килограммом. — И все остальное, да. Вот, и да, нам, ну, мы детей же этого с детства учим, мы учим детей правильно воспринимать то, что у кого-то есть телефон, а у тебя нет, то, что у кого-то есть это, а у тебя нет, то, что у тебя есть что-то, а у другого мальчика нет. Мы же это учим с детства воспринимать и объяснять, и говорить, что там, что все люди равны, что все люди очень уважаемы, что вы должны понимать, что все люди достойны, что там у вас никаких нет преимуществ перед другими людьми с точки зрения того, что вы не можете смотреть на них сверху вниз, там, и так далее, и так далее. Там, вы дети, это взрослые, взрослые на вы, там, и так далее. То есть мы своих детей воспитываем, ну, так, по-советски, как бы на тех принципах, на которых мы выросли, потому что мы считаем их правильными. Да, при этом же и в советских детях воспитывалась и воля, и воля к победе, и упорство, и там, и так далее, и так далее. Советский Союз уже говорил о чем? Мы номер один, мы самые, мы в космос полетели, и мы всегда жили с тем, что мы победители, мы такие, 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 такие. Очень даже неплохо. Идейно. Да. То есть в Союзе, кстати, идей-то вообще много было. Да, и очень хороших, которые сделали нас нами. Вот. И я пытаюсь об этом говорить с детьми. Конечно, сейчас немножко время поменялось, ты должен находить новые слова. Мы больше уделяем внимания, пониманию их психики, пониманию их психотипа или чего-то еще, потому что, опять же, с нами так личностно не работали. Да, мы, ну, с нами проще, ну, как бы работали, потому что, ну, кто там будет заморачиваться? Там, там, он с ПОКа какого-то прочитали, там, и там, и давай. Вот. А сейчас, там, моя жена, там, она, вот, мой последний брак, у нас двое детей, она, не знаю, на какое количество курсов посетила по психологии по детской, по взрослой психологии. Сколько она лекций прослушала, сколько она лекций прослушала аудио, сколько она ходила на лекции реально. Ты просто с ума сойти. Вот я иногда задаю вопросом, а это в хорошую сторону нам играет или в плохую, знаешь, потому что я, вот я смех смехом сказал про то, что ты, там, в сад ходил сама. Я тоже помню, там, свое детство, что я, там, в пять-шесть лет я мог сесть на велосипед и уехать на весь день. Да, и что? И приехать вечером, как бы. И никто, то есть, ну, особо, ну, не то, что не переживал, но, как бы, это было в порядке вещей. Я сейчас, там, представляю, у меня, там, старшая дочерь, там, скоро шесть лет будет. И чтобы она села на велосипед и куда-то на весь день уехала, ну, я себе не могу представить это. Это хорошо, потому что я о ней забочусь, я, там, занимаюсь, я пытаюсь понять, что ей нравится, найти к ней подход. С другой стороны, это забирает определенную самостоятельность, что я в моментах, где она сама может взять и порезать яблоко, я встану и сделаю это за нее. Мне говорят, Лидий, хочешь яблоко? Пойди порежь себе яблоко, да, или помой его. И вот это вот такое опекунство со стороны родителей в современных реалиях, на твой взгляд, это скорее хорошо или скорее не очень хорошо? Скорее не очень хорошо, и мы тоже этим страдаем. Как раз вот моя жена ходила на все эти вещи, рассказывала их мне, чтобы я тоже в них погружался, чтобы были все на одной волне, да, потому что нельзя, чтобы папа был про одно, а мама про другое. Они как раз направлены были на то, как все-таки вырастить самостоятельных людей. Понимаешь, я считаю, что я бы хотел, чтобы мои дети прожили осознанную жизнь. Понимаешь, не протекли по течению. Да, сделали свой выбор, делали свой выбор и делали осознанный выбор, вот, и получили удовольствие от этой жизни, потому что они ее прожили осознанно, да, и для этого надо, чтобы они, ну, как, так сказать, и крылья у них не были отрезаны, да, и не было, возможно, каких-то иллюзий совершенно ненужных, чтобы они были и самостоятельные, и упертые, и, там, не трусанные, и не бешбашенные, это на вопрос гармонии, или как любой родитель мы пытаемся какую-то построить, ну, историю. У меня, по-моему, четыре разных сына, как бы, они разными характерами. У меня четыре сына. Да, у меня четыре сына, да. Старшему 33 года, младшему 8. У тебя полный спектр, так сказать, разного мировосприятия, да, вообще? Да, да, да. Ну, я очень рано женился, мне рано родился первый ребенок, мне было 22 года, и, конечно, я там пропустил его детство, надо сказать, потому что я занимался добычей еды, по сути. Первый бизнес, это была, по сути, добыча еды, добыча как бы денег на жизнь, потому что это был вообще первый вообще вопрос. Я даже бомбил на своей машине, как таксист по ночам, мне хватало денег. Вот, то есть, как бы, просто первый вопрос был выживание. Ты должен обеспечить свою семью, как бы, да. Вот, поэтому, да, они разные, и я разный, я меняюсь, то есть, я, мне было 22 в первом браке, там, второй ребенок родился, у меня было 30, родился у меня третий ребенок, мне было 45, и родился четвертый ребенок, мне было 48. Соответственно, это как бы разные люди, я тоже поменялся, я тоже изменился, и я по-другому там какие-то вещи делаю, да, и вот этот баланс, про которым ты многих спрашиваешь, баланс семья-работа, это все еще дилемма для всех. Я понимаю, да, и мне, ну, как бы, это, мне кажется, знаешь, такой вопрос, он в какой-то мере нерешаемый, то есть, да, это, ну, не существует, как будто бы, идеальной здесь картинки, потому что, как бы, если у тебя где-то какой-то нюанс, да, там, в семье, допустим, то ты будешь опускать фокус внимания туда, и будет создаваться новый нюанс в другой, то есть, как будто бы невозможно, знаешь, усидеть на всех стульях одновременно идеально, то есть, я для себя как-то пытался много здесь ответов найти, только у меня тоже два детей, и я там часто, знаешь, себя так критикую за то, что я там мало времени с детьми, провожу еще что-то. Я стараюсь как-то просто принять тот факт, что там я не идеален, невозможно там распределить все вот так вот суперидеально, но, как бы, я всегда себе говорю, что если я чем-то занимаюсь, если я прошу время с детьми, значит, я провожу это время концентрированно, значит, я, вот я с детьми, я не просто сел с ними на диван и там залип в телевизор а я что-то с ними делаю я куда-то с ними пошел я с ними общаюсь разговаривать и то есть я понимаю то что я вот здесь занимаюсь этим и наоборот если я там работаю то я понимаю что я сейчас сел работы я конкретно отдаю себя и свое время этому и вот в этом как-то мне кажется заключается баланс то что ты умеешь концентрировать свое внимание вот там где ты сейчас находишься и тогда как бы и тут и тут и тут получается а так чтобы вот и усидел везде и вот все вот так вот я даже не представляю честно грика это очень правильный подход мне к сожалению не удается так вот до конца его придержит это сложная история вообще так идеальная картинка важна история действительно качественно проведенное время это очень важно да при этом даже можно не очень много провести его до того что качественно проведено она будет давать свой свой эффект но я бы еще не сбрасывал со счетов воспитания примером надо понимать что мы тоже себя ведем делаем по и делаем какие-то вещи, и дети их считывают. Мы совершаем ошибки, мы должны просто, опять же, вопрос возить от ребёнка, не бояться признать, что я совершил ошибку, что он понимал, что вот это-то ошибка, и папа это понимает, и он правильно это говорит, они пытаются оправдать, потому что дети, они считывают тоже. Они вообще сканеры. Да, вот, поэтому это тоже очень важно, да? Когда ты показываешь пример честности, когда ты показываешь, к примеру, порядочности, когда ты показываешь, к примеру, надёжности, там и так далее, да, Поэтому тоже нельзя убирать со счетов воспитания примером. И мне кажется, что мы, конечно, наверное, это иллюзия, что мы не можем это решить. Мы чаще себе это говорим. Вот, я не могу решить. Я тоже понимаю, что, наверное, я говорю, что я что-то не могу изменить, потому что, может быть, внутри себя я не хочу изменить. И надо себе тоже в этом признаваться и говорить, блин, я, наверное, лукавлю сам собой, потому что я не хочу поменять. Потому что если я хочу поменять, я найду, как поменять. Вот тут вот мы... Это внутреннее как раз... Это, знаешь, это, наверное, тоже определенный навык такой, потому что это нужно уметь не только услышать свои какие-то отголоски внутренние, но еще и ухватиться за них и признать их в себе. То есть вообще вот это умение слушать себя и мир. Рефлексия. Да, меня зацепила такая фраза у тебя, дословно не повторю, но когда ты где-то рассказывал про то, как ты вот нашел вообще идею вина, и ты там сказал, что в целом очень важно наблюдать за миром, да, и за вот какими-то знаками, сигналами, которые он подает. Это же вот как раз как-то оттуда, про какую-то такую внутреннюю рефлексию, про умение наблюдать за собой, за миром, за своими ощущениями. Мне кажется, суперважная история. Да, ну нам действительно в жизни дается много сигналов, много интересных возможностей, которые мы можем считывать и можем использовать. Иногда мы пропускаем, иногда мы их не видим. Это было больше вот про это, потому что на самом деле такая ежедневная рефлексия, вот о чем, например, тоже Сколково нас учат, да, это такая, к этому, блин, надо прийти. Это непростая история, чтобы каждый день рефлексировать и анализировать. Но, кстати говоря, вот интересный факт состоит именно в том, почему, может быть, мы такие. И мы рефлексировали вынужденно. У тебя проблема? Нет. Ты приходил из школы, у тебя в школе проблема. Соцсетей нет, компьютера нет, развлекаловки нет, ты сам с собой. И у тебя происходит вот эта осознанность, самосознание развивается, ты обдумываешь, что с Васей там у тебя произошло, или там с Петей. Что вы там подрались, одно, другое, неважно, он тебя обозвал. И ты анализируешь, потому что ничто тебя не отвлекает. У тебя нет того, что твой мозг занимает и, по сути, уводит тебя от реальной жизни. Сегодня вот эти все компьютерные игры, там еще истории, вот эти все, да, айтишные, которые дети как маньяки впитывают, да, с одной стороны, это развивает одни навыки, с другой стороны, это немножко убивает у них, ну, как бы, возможность осознать самих себя и того, что с ними произошло. Потому что у нас это было просто вынужденно, опять же, да, телек ничего не показывал. Там не было ничего смотреть. Там мало-мало книжки были, да, и я приходил из школы, делал уроки, и все равно мы общались вот по обыкновенному телефону, и вот так. У тебя была масса времени обдумать себя. Да. Вот. Я даже сейчас, для меня, там, наверное, самое мое любимое время, это, там, 5-7 часов рейс в самолете, потому что, условно, 10-12 это уже слишком много, а там 2-3 недостаточно, потому что даже сейчас в самолетах интернет, если я принципиально не подключаюсь к интернету, не принципиально стараюсь ничего не смотреть, я просто, знаешь, сажусь, беру блокнот, просто карандаш и пытаюсь выписывать какие-то мысли, потому что ты в такой изоляции определенной находишься. И вот если так в целом, как бы просто посмотреть, там, я на свою жизнь смотрю, у меня невольно тянется постоянно рука к телефону, просто невольно, постоянно что-то, хотя там ничего нету, просто вот оно, знаешь, такое на уровне рефлекса. Автоматизм. Да, на уровне рефлекса, более того, пару лет назад читал какое-то исследование, это, как раз, ковидные времена были, и там было исследование, что человек в сегодняшних реалиях, представляешь, есть какая-то, я не помню, в чем суть исследования заключалась, но что человек воспринимает свою руку, условно, что она кончается вот здесь, как продолжение телефон, представляешь, то есть из-за того, что держишь телефон, то есть у тебя как будто рука становится чуть-чуть длиннее, это вот какое-то там исследование было, что нейроны настолько уже как бы приросли к телефону, что у тебя восприятие реальности даже немножко меняется. С другой стороны, если посмотреть на, опять же, на детей, вот, ну, я не знаю, как ты, но, по крайней мере, я задаюсь и даже вот смотрю, что в школе, например, у детей происходит, и их учат задавать себе правильные вопросы, да, что им нравится, что им не нравится. Ну, в хорошей школе должны это спрашивать. Ну, да, вот я просто смотрю, по крайней мере, у детей, и мне там приходят по ним репорты, да, про какие-то вещи, и там, какие они диалоги ведут, да, какие они темы обсуждают, у них там есть, представляешь, предмет рефлексия, то есть они… Что, школа? Это в Дубае школа, вот, и у них предмет рефлексия, и смотри, в чем суть предмета, то есть им описывают какую-то ситуацию, говорят, я теперь представь, наложи ее на себя, и попробуй подумать, что ты чувствуешь. И то есть таким образом человек учится размышлять не только на уровне мысли, а на уровне ощущения. Он думает, я сделаю такой поступок, например, возьму на себя финансовый риск, или там, какой-то конфликт, как я себя буду чувствовать, что я буду проживать, как я себя буду вести. И тогда, благодаря этому, попадая в такую ситуацию в реальной жизни, он как бы начинает… он уже готов в какой-то мере, то есть, понимаешь, он уже примерно понимает, что с ним будет, а не так, что он попал, и такой, ааа, что делать? Это вот очень важно как раз, потому что это очень важно в бизнесе, то, что это дело-то незамечательно, потому что люди должны, ну, как бы, осознанно делать поступки и понимать, какие будут последствия. Если ты никогда не задумывал свои поступки, или не моделировал ситуации, или вот так не примерял на себя, и ты никогда об этом не задумывался, просто плывя по течению, потому что день идет, день идет, что-то случилось, ну, и фиг с ним, я вот тут телефон, не знаю, неважно, я вообще не переживаю, я даже не обдумал ничего. Ты ничему не учишься, ты, по сути, не превращаешься в человека, который понимает, как принимать, там, правильные решения, и как делать правильные выводы, и что на самом деле черное, и что на самом деле белое, да, и это как бы очень важный момент. Это как раз мудрость как раз, да? Да, да, ну, это зрелость. Зрелость, да. Это такая зрелость и осознанность, понимание, ты еще не мудр, потому что надо больше опыта, да, но ты гораздо более осознанный в принятии решений, ты больше, как бы, думаешь над поступком, ты не делаешь его импульсивно, и очень много импульсивных поступков, очень много, я вот смотрю, очень много, как бы, да, поступок происходит, и потом люди расхлебывают его последствия, потому что эмоции, вот эти, вот это вот вдох-выдох, там, немножко подождать, немножко, это, я даже сам с собой борюсь, потому что это, это, это надо, вот, ну, у меня мозг быстро работает, я иногда прям готов сразу, так сказать. Да, ворваться. Что-то такое, да, и нужно там, ух, там, как-то себя, там, вот, стабилизировать, да, паузу сделать, подумать, посмотреть, там, да, там, поэтому вот это то, что это детей этому учат, это замечательно, и мы, как родители, должны это тоже делать, разговаривать с ними и пытаться с ними вот эти все ситуации проживать, а что было бы, если так, а что было бы, если вот он вот так поступил, а если было бы, ну, чтобы ребенок немножко, как бы, представлял, как на самом деле мир устроен, как люди устроены, да. Знаешь, вот здесь у меня сразу возникает невольный вопрос, потому что у тебя такие несколько тем, с одной стороны, ты сначала мне сказал про такую рациональную свою внутреннюю, потом ты затронул тему того, что нужно, как бы, мечтать, и ты вообще много мечтал, и здесь вот сейчас такая тема детей, и что нужно, да, прокидывать наперед немножко последствия и прикидывать вообще, как будет. И вот здесь такой у меня, знаешь, внутренний вопрос возникает. То есть для того, чтобы прийти к какому-то большому результату, неважно в какой сфере, ты должен быть таким, знаешь, немножко сумасшедшим мечтателем, да, и то, что ты должен верить, что все возможно, и иметь крылья вот эти вот, потому что ты иначе просто-напросто не полетишь. С другой стороны, если ты начинаешь, например, о чем-то размышлять, и начинаешь думать о последствиях, о нюансах, о том, какие риски могут быть, о том, что может пойти не так, ты начинаешь останавливать эти действия. Ты, с одной стороны, чувствуешь, что я вот хочу туда, я могу, вот это вот моя мечта, идея. С другой стороны, страх каких-то негативных последствий, потери денег, еще что-то, он не позволяет тебе сделать определенный первый шаг. И там не первый, он тебе на пути тормозит, как такая навязчивая идея. И вот у меня, знаешь, зачастую, когда я смотрю на людей, у меня иногда складывается ощущение, что вот люди, которые не думают об этих последствиях, об этих страхах, они на дистанции, ну, как бы, побеждают, потому что они рано или поздно приходят вот к этой своей большой идее. А я, например, думая очень часто о каких-то последствиях, рационализирую и так далее, я, например, торможу и где-то не дожимаю вопрос, не дополучаю то, что я могу получить. Вот как здесь балансировать, на твой взгляд? Да, есть такой эффект, я согласен, я сам об этом думал. Ну, я просто думаю, что, может быть, те люди, которые не задумываются, они не то, что не задумываются, они говорят себе, что, ну, окей, как бы, риск не так велик, то, что я сейчас делаю, просто глобально не несет большого риска, там, условно, и я не буду там очень сильно там запариваться, я просто буду там двигаться, например, да. Вот, и, ну, что случится там, да, поэтому для меня, наверное, ну, воспитание детей уберем в сторону, там все-таки больше по-человечески отношения, да. Если мы про бизнес говорим, то, ну, я измеряю какое-то там критично-некритично, если я понимаю, что это некритично, можно идти, можно там сильно не задумываться. С другой стороны, конечно, с возрастом, вот, ты становишься просто с возрастом более, более, возможно, аккуратный и даже менее рисковый просто в силу возраста, начинаю вдруг себе говорить, ну, блин, там, ну, как бы, ну, зачем там какие-то вещи, там, ну, ты же вот, ну, уже, как бы, там, все неплохо тут, все неплохо там, там, я борюсь с собой насчет этого, я борюсь с собой насчет этого, да, и говорю себе, что нет, все равно я должен, вот, если я наметил или я хочу, мне надо идти, потому что иначе я начинаю, как бы, чувствовать, что я, как будто, боюсь и подтормаживаю. Это сложный вопрос, мне всегда он тоже, вот, вот эта вот разница между слишком умными, да, которые, вот, и ребятами действия, да, вот, где тут найти золотую середину, это всегда вопрос, да, потому что есть, ну, все равно есть либо сложные индустрии, сложные бизнесы, где просто на дел не доедешь, да, ну, просто здесь надо не переходить, не переходить, вот, наверное, надо как-то найти этот баланс, да, потому что вот риск-менеджмент вот этот, он тоже вот, но он же иногда до абсурда доходит, если банки, например, будут слушать только риск-менеджмент, они, возможно, вообще никаких кредитов давать не будут, потому что все рискованно. И инвестиции делать не будут, да. Да, ну, потому что вообще, слушайте, жизнь вообще опасная штука. Когда Минздрав что-то нам говорит про вред торговли алкоголем в интернете, я поражаюсь, ну, потому что жизнь вообще вредна, мы рождаемся, чтобы умереть. Ну, как бы я, ну, если так рассуждать, нас ничего не делает более здоровыми. Что бы мы ни делали, мы только и движемся к смерти, поэтому тут есть своя дилемма. Поэтому, не знаю, вот это такой очень философский и сложный вопрос, действительно, я согласен с, ну, как бы с твоим этим размышлением, я сам на нем очень много думал, особенно очень это было видно в 90-е, когда ребята, которые сильно не запаривались, сделали деньги гораздо быстрее, чем ребята, которые запаривались. — А я был парень, который запаривался. — Да-да-да, это на самом деле и сейчас тоже происходит, что ты иногда видишь, кто-то сделал раз-два-три, и ты думаешь, типа, блин, ну, какая-то фигня, бац, а потом человек получает результат, и ты понимаешь, что с одной стороны у тебя такое восприятие, как, ну, ведь он вообще, а с другой стороны, потому что, наверное, у него есть что-то другое, да, наверное, какая-то толерантность к риску более высокая или еще что-то, что позволяет ему это делать, но это, наверное, все-таки, да, такое. — Знаешь, бывает иногда, я скажу тебе честно, бывает, я много раз вел примеры, люди удивительным образом понимают какое-то, я не знаю, как это объяснить, вот есть же такое выражение «народная мудрость», да, что народ всегда прав, народ все знает, но именно народ, вот как бы не один человек, да, вот какая-то, я не знаю, как это объяснить, так вот есть люди, которые настолько чувствуют, вот, скажем так, что народ хочет и как он себя поведет, что они не сомневаются. Это, я иногда это вижу, вот, я понимаю, как вот, я чувствую там свой рынок, свои продукты, а это вот немножко другой уровень чуйки, когда человек почему-то вот очень хорошо понимает, вот, что народ будет делать, как это будет вот на народном уровне, да, я не говорю про какие-то сложные, высоко-технологичные бизнесы там, да, вот именно иногда вот я удивляюсь, как кто-то обладает такой народной мудростью, понимает, вот это, вот это, я, иногда народ от Сахи, вот такой простой человек, вот даже более мудр. Да, потому что он чувствует. Потому что он этих людей понимает, они, он, он плоти кровь от них, вот, а эти люди составляют большинство, обычные нормальные люди, которые живут обычной нормальной жизнью, обычных нормальных там родителей там и так далее, и так далее, да, которые, мы живем здесь в городе, у нас там куча своих каких-то там моментов, и мы там немножко живем по-другому, да, и вот это понимание, ведь предпринимательская, вот эта жилка и чуйка, вот, без нее никак, что мы называем жилкой, да, это же не только желание что-то сделать, то есть у тебя горит внутри огонь, что-то сделать, но у тебя должна еще и быть интуиция и понимание, что это хорошо, что-то правильно, что-то будет здорово, что-то зайдет там и так далее, то есть это уже тоже там важный момент. Не видел предпринимателей, чисто рационалистов только, ну, не знаю, может, какие-то счетные модели люди делают, но как-то не видел сухарей. Я недавно смотрел интервью Джеффа Безоса в каком-то большом американском издании, он говорит, если бы я ориентировался на цифры, на то, что мне говорят аналитики, ничего из того, что мы сделали, типа, за последние 20 лет не случилось бы, просто вот потому что оно, все, цифры везде говорили то, что этого просто не случится. Вот. А у вас же, кстати, была история, несколько лет назад, я прям помню, когда я, Лебедев, пришел к вам в магазин и сказал, что, типа, страшно зайти слишком, чувствую себя некомфортно и то, что недемократично. И у вас какой-то был такой... Ну, там был у нас челлендж, да? Да-да-да, что, типа, а-ля, мы там сделаем какие-то вещи, давайте сделаем, там, в ящик вина условно мне там подарить. То есть вот это вот как раз в какой-то мере же об этом, да, что вот человек на уровне каких-то чувств и ощущений, вот какие-то знаки, элементы может воспринимать по-другому, да, и понимает, что люди по-другому к этому отнесутся, как-то более там лояльно. Вот это как раз, мне кажется, история. Ну, она еще, вот, скажем так, в нашей компании, скажем так, эстетика для меня очень важна. То есть я занимаюсь много эстетикой, да, я пропускаю через себя огромное количество, там, даже, там, важных рекламных каких-то макетов, месседжей, там, я сам занимался логотипом, я сам занимался сферным стилем. Вот мы переехали сейчас в новый офис, там, два года назад в большой, там, я занимался его с архитекторами, но я занимался очень плотной его архитектурой, дизайном, потому что я это люблю, мне вообще нравится очень креативить. Все магазины наши винные, там, я занимался их дизайном вместе с архитектором, там, и так далее, придумал концепцию. Но вот эта разница в понимании, разница в понимании эстетики, тоже вот это как бы тоже очень важный момент. Надо не забывать, что когда я делаю квартиру, я делаю для себя. Но когда я делаю что-то для кого-то, я должен все-таки встать в их ботинки, как бы, да, и посмотреть их глазами, насколько это хорошо или плохо, и с этим надо работать, потому что, на самом деле, то, говорит о чем Лебедев, это как раз вот Артемий, да, это как раз вот об этом, что там у вас все очень так, все nice, там, и так далее, все прям, да, ну, народ, может быть, хочет там более, там, чего-то. Вот, и это важный момент, но я все равно верю в силу эстетики, и считаю, что в бизнесе это важно, реально важно. Люди, и в какой среде они работают, какую эстетику они видят, какую эстетику ты несешь клиентам, это очень важно. Это, может быть, не считывается в лоб, но это куда-то записывается на подкорку, там, это все равно, все равно очень важно, потому что наш бизнес, он про доверие. Понимаешь, когда, когда как-то меня просили писать сотрудники, вот, что мы строим, ну, правда, очень давно, да, я им сказал, что вот представьте, что мы строим больницу, в которой все медицинские отделения классные, классные врачи, мы во всем разбираемся, и так далее, и так далее, но человек об этом не знает, он приходит сначала к самому простому доктору, там, к Забубнову, или, там, не знаю, к хирургу, там, какому-то сломал что-то, там, или к травматологу, там, или просто к терапевту. Но, получив тут правильное отношение, правильный сервис, правильную консультацию, пойдя в другое место, получив правильное отношение, правильное, профессиональность и так далее, он же не врач, этот человек, он обычный, он начинает думать, блин, вот я входил хорошо, сходил хорошо, может, я вообще могу этой клинике довериться, потому что я вот уже тут, 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 а клиника может обрастать к количеству отделений, специалистов, там, и мы должны это доверие, первое, сформировать, а второе, мы должны его растить и поддерживать, да, потому что как выбирать вино? Ну, ты смотришь, какое море этикеток, боже мой, там, там, ну, это нереально, там, да, и в какой-то момент мы даже, у нас такая была история, просто поверни бутылку, говорили мы, просто поверни бутылку, ты видишь логотип Симпл, если ты нам доверяешь, тебе же сложно самому, это же не одежда, я могу ее примерить, я могу ее посмотреть в зеркало, больше размер, меньше размер, ты же не можешь открыть дно, попробовать, нет, не мое, вот, и так далее, поэтому все эти истории, как бы они, поэтому эстетика, часть этого доверия в том числе, да, это очень важно, потому что, когда мы производим товары, в которых люди не могут понять их потребительских качеств сами, они должны где-то, вот, что-то должно сформироваться на уровне доверия, да, очень важно, чтобы человек сказал, я доверяю этому продукту, я доверяю этому производителю, или этому поставщику, или этому, ну, кто бы это ни был, да, и тогда это очень фундаментальная история, и для нас, поэтому для нас бизнес, это не купи-продай, да, это формирование вот этих вот отношений очень долгих, доверительных, когда люди нам доверяют, они радуются, да, мы, вот, есть такой еще аспект, например, многие об этом не думают же, да, ведь мы живем жизнь, и многие продукты с нами в нашей жизни, они наши спутники, ну, это разные товары, да, там, начиная от часов, там, и каких-то еще, неважно, мы не говорим про те вещи, которые, там, не знаю, там, пища, бумага или что-то, нет, да, что-то там, да, вот, наш продукт, например, помогает простому человеку, любому человеку проживать его главные моменты, например, проживать его моменты жизни, радость, скорбь, грусть, рождение, свадьбу, дружбу, все, что угодно, потому что вы с нашим продуктом, вы проходите эти моменты, вы проживаете эту жизнь, мы вам дарим нечто, потому что к вину не относятся, как к воде. Да, 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 попил, забыл. Да, все-таки вино, это больше что-то, что я, вот, я, я, это, это же не про напиться. Это момент, момент, создать момент, да, добавить красок каких-то, да, или вот что-то. Да, 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 и поэтому мы должны понимать, что мы помогаем людям прожить их моменты жизни, и мы бы хотели, чтобы они получили удовольствие от того, что в этот момент у них в бокале, и мы как бы их не подвели, да, и так далее, потому что эти моменты им важны. Да, это такая философия, которая, это, мне кажется, вот это как раз философия, которая и закладывается как бы в бренд, да, в культуру компании, и по ощущениям, по крайней мере, в сегодняшнем мире по-другому уже как будто бы и никак, да, то есть если ты хочешь играть в долгу, если ты хочешь строить что-то большое, то идея просто купи-продай, она как будто бы ничем не сопровождается. Вот мы даже с тобой вспоминали Женю Демина, да, меня как бы там очень в свое время поразила и вдохновила эта история, что он там в пасты письма пишет, да, и я реально теперь как бы открывая пасту, каждый раз читаю, думаю, как вот, ну насколько, знаешь, это вот какая-то чуть больше, чем я пошел чистить зубы, а у меня условно, когда я беру там зубную пасту, зубную щетку в руки, я такой думаю, блин, прикольно, да, у меня идея такая со мной, и все, и я уже даже бессознательно отдаю определенное предпочтение компании, потому что это мой такой спутник по жизни, который пропитан определенной философией, да, определенной идеей. Но мир изменился, раньше у человека был очень узкий выбор, он не задумывался, какую ценность несет ему тот или иной продукт, он задумывался о том, так, мне нужно вот это, и я это там, что у нас там есть, я это покупаю, да, во-первых, у него там порой не было денег на там какой-то больший выбор, либо не было выбора в целом, да, и в Советском Союзе, и даже на Западе, вспоминая там начальные всякие времена, люди покупали вещи, ну просто как бы, нужны были брюки, и все, ну как бы брюки и брюки, потом какая-то мода появилась, но простого народа это не очень было развито, а сегодня настолько мир изменился, что сегодня потребитель смотрит на то, что, а какую мне принесет ценность этот продукт, бренд там, то есть вообще другой подход, то есть потребитель смотрит совсем иначе, и то, что делают ребята в сплате, это как раз вот про это, да, то, что, ну, мы этого не делаем как бы впрямую, но мы об этом постоянно думаем, потому что мы хотим, чтобы люди как бы получали не просто там удовольствие, да, там мы, даже когда мы создаем свои продукты, мы стараемся придумать что-то, что будет нести какую-то, ценность человеку, радость, какое-то тепло ему давать, даже, я понимаю, что алкоголь очень социально, тема. Да, здесь такое, ну, опустим, как бы, тут настолько, мне кажется, уже эту тему обсуждали все тысячу раз и так далее, я просто сам безумный фанат вина, поэтому, как бы, я тут, к сожалению, считаю, что, знаешь, вино делает этот мир только лучше, вот, а, как бы, а если человек не знает меры и не умеет себя контролировать, то он, понимаешь, и об стену голову расшибет, тут уж как бы, к сожалению. Нет, у нас абсолютно есть четкое понимание, что нужно выпивать ответственно, потому что это не только касается тебя, твоего здоровья, касается окружающих там и так далее, мы к этому относимся крайне внимательно, мы, и моя позиция, я много в этом плане там общаюсь с государством, например, того, как регулировать, и у нас абсолютно нет никакого желания устраивать на алкогольном рынке вседозволенности, и там мы все прекрасно понимаем, у нас у всех есть дети, мы видим детский алкоголизм, мы видим вообще проблемы алкоголизма, там и так далее. Да, истоки его, на самом деле, лежат просто в бедности, в основном в бедности, в нереализованности, в том, что люди не знают, куда себя применить, это другие причины, да, но мы должны так же понимать, что мы, как социально ответственная компания, занимающаяся таким родом бизнеса, мы должны, ну, как бы быть очень-очень в этом плане серьезны, когда мы говорим о регулировании там и так далее, и понимать, что, ну, это как табак, это как даже фармацевтика, лекарства тоже, это только кажется, что они все такие полезные, вот, да, они лечат, но я не уверен, что они полезные, да, поэтому все по рецептам что-то, там мы нужно быть аккуратными, даже с витаминами. Как знаешь, на медикаментах зачастую пишут, что принимать в случае, если потенциальная польза превышает потенциальный вред, или какая-то такая формулировка есть на всяких антибиотиках и так далее, так написано почти везде, что если, как бы, потенциальная польза, которую вы получите, она, как бы, больше потенциального вреда, потому что огромное количество побочных эффектов, или так далее, имеет смысл принимать, очень много сейчас написано таким вот образом. Да, это, кстати, в том числе про культуру, потому что я, вот, знаешь, ну, со своим каким-то развитием, там, чувства вкуса еще, я, там, начинал вообще с гастрономической темы, как-то погружаться, вообще мне это все увлекло, там, лет 5-6 назад я вот в винную индустрию погрузился, и я с развитием, опять же, своих каких-то ощущений и рецепторов, и просто восприятия вообще, я понял, что для меня, условно, выпить изредка очень хорошую бутылку вина, это приносит мне гораздо больше удовольствия, чем, там, пить регулярно, но менее хорошую, менее интересную какую-то бутылку. Это тоже про культуру, что если раньше я воспринимал, например, там, что не знаю, там, 10 лет назад вино как то, что я могу накатить с друзьями, то сейчас я воспринимаю по-другому, что для меня это момент, для меня это классный декантер, классный бокал, классная бутылка вина, да, классная компания, и вот это как раз про то, о чем ты говоришь, да, суперский момент, который у меня откладывается в впечатлениях, зачастую даже, знаешь, бывает, ты приходишь в ресторан куда-то, и ты смотришь там меню, в ресторанах, как обычно, в три цены, и ты думаешь, ну, я хочу этот момент вот именно вот не дома выпить, а вот я хочу сейчас, и ты берешь, и вот у тебя как раз эти картинки, мне кажется, они тебя потом и наполняют, не то, как ты напился и в канаве валялся, а то, как ты провел классно время, то, как вот, как это отложилось, то, что вы обсуждали, то, какой диалог был, то, какое вкусное мясо на столе лежало, и оно вот в целом, это как раз про культуру, и как раз про эстетику, мне кажется, да, про вот чувство вкуса, каких-то таких вещей в том числе. Ну, абсолютно я согласен, мы это тоже исповедуем, мы много об этом говорим нашим клиентам, особенно начинающим, у нас очень много сформировавшихся уже людей, которые, естественно, это вопрос достатка, да, все-таки вино, это такой не must have, да, это nice to have, соответственно, вопрос достатка, есть деньги, хорошо, но это то, что мы проповедуем, это как с книгами, когда вот мы проводим, я часто говорю, слушайте, ну, вы же не можете прочитать все книги мира, ну, что ты хочешь читать, каждый день простую книжку, как бы по-быстрому, или все-таки ты будешь читать избранную литературу какую-то, которая, да, пусть немного, у тебя там времени нет или еще что-то, но эта книга будет тебя питать, давать тебе какие-то, смотреть хорошее кино, ну, кто сейчас смотрит все подряд. Ну, да, уже рейтинги у нас есть уже все, все. Да, это раньше я смотрел на видеокассетах, что дали, что дали, да, что там принесли, значит, ставил, смотришь, потом там ух, вот, а сейчас ты совершенно по-другому избирательно подходишь, поэтому мы как раз говорим вот об этом с ребятами, когда там общаемся с клиентами, особенно молодежь, вот я там, когда мы понимаем, что вот молодежь сейчас, она винная в основном, она уже не водочная, она уже не пивная, там, молодежь уже такая, ну, мы говорим про урбанистическую молодежь, которая живет все-таки в больших агломерациях, там, ну, хотя бы полмиллиона жителей, там, и так далее, где есть какой-то движ, какая-то есть экономика, там, и так далее, и так далее, еще много в стране нужно что сделать для того, чтобы это было везде хорошо, но вот эта молодежь, она начинает все равно, ну, все-таки не сводки, она не про нажраться, извиняюсь за сленг, она про то, чтобы все-таки там выпить с друзьями, кайфануть, да, они немножко перебирают, мы это тоже понимаем, но они, в общем, быстро проходят этот период и начинают уже когда, уже там 25-27, вот, ну, я смотрю по своему второму сыну, вот, ему сейчас будет 26 лет, и они в 26 лет, они уже прошли стадию, там, побухали, что называется, уже, уже как бы в 26 лет они проехали, и сейчас они уже, там, ну, пьют в удовольствие, да, у них там нет денег на какие-то вина, супер, там, топ, там, да, или что-то такое, да, даже, там, даже не супер топ, а просто такое, очень серьезное, да, но они стараются найти за свои деньги уже, то есть они уже начинают думать, вот, о чем ты говоришь, зачем нам пить, а бы что, как бы, да, ну, вот, давайте там найдем что-то правильное, выискивают какие-то, даже мне там присылают из магазина, там, иногда фотографии, там, вот тут вот, вот, там, что-то тут вот, или вот в иной карте, там, вот, вот такой бюджет, посоветуй, вот, за эти деньги, что мы там можем. Это функция я у своих друзей вечно выполняю, вот, я иногда, там, знаешь, друзья присылают из магазина, говорю, посоветуй, что он, говорит, вот такой-то бюджет, я говорю, слушай, ну, вот, смотри, ты чуть-чуть, вот, там, 200 рублей добавишь, и уже будет вино другого интереса, вообще другая уже будет. Ну, я делаю лайфхак, а ты им говори, поверни бутылку, написано символом. Да, да, ну, на самом деле, это же тоже об этом, да, что уже интереснее гораздо за небольшой бюджет. Кстати, это реально работает, это реально работает, и люди, вот, мы это видим даже в супермаркетах, это реально работает именно потому, что нам удалось создать вот это понимание, это реально работает, вот, просто многие, может быть, не знают, что, там, да, вот Simple Wine, наши магазины, они, конечно, прибавили нам известности, как именно розничному торговцу, но начинали-то мы как раз с другого, и почему у нас такая, почему у нас экспертиза, кстати, вот тоже в данный момент, почему Анатолий так занимался экспертизм, почему все так, может быть, успешно? Потому что для нас краеугольным вопросом было качество того, что мы продаем. Вот качество, потому что, ну, как бы, ну, вот, я не знаю, опять же, откуда это у нас, опять, наверное, книжки, романтизм, это вот, ну, как будто твое имя там написано, понимаешь, ну, как бы, ну, Simple, это же ты, вот, а там твой логотип стоит, да, человек повернул, и, как бы, не нравится, и он, как бы, говорит, блин, вот эти Simple'овцы фигня, беру это плохо, это плохо, это плохо, это плохо, да, и наоборот, соответственно, для нас качество было настолько фундаментальным, почему мы, там, не знаю, там, с многими посещиками работаем, там, по 25 лет, потому что мы очень долго выбираем, мы очень тщательно выбираем. Да, сейчас, конечно, немножко мир меняется, рынок стал очень, там, большим, нам приходится, там, надо закрывать какие-то сегменты, там, там, с качеством, бывает, там, с топовым, там, сложно, потому что, и вообще, мир вина глобально, наша планета стала много потреблять, да, глобально, да, у нас проблемы с тем, что мы на хорошие вина сейчас записываемся в очереди, и квоты, и количество, да, 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 китайцы очень много пьют, сейчас ковид закончился, сейчас опять будет бумить все, американцы много потребляют, мир меняется, индусы на подходе, и нам придется биться за свой кусочек. Ну, да, учитывая то, что произвести, там, в правильном месте произвести больше, чем можно. Не, ну, винодел производит, вот он производит, вот столько бутылок в год, у него своя земля, вот мой масштаб, вот вы хотите, вот, как бы, я могу вам дать 60 бутылок. Да, ну, здесь я со своей стороны могу лишь сказать, что для меня, вот, развитие с точки зрения, там, гастрономии, эстетики какой-то, да, в том числе вина, я не считаю себя никаким, там, экспертом, вообще, я делаю это исключительно в свое удовольствие, да, вот, вообще, на уровне. Но оно очень, во-первых, скрашивает жизнь, потому что, если раньше я ехал куда-то, и для меня было, там, удовольствием пойти погулять, еще что-то, для меня так и осталось. Но теперь для меня еще удовольствие огромное сходить в какой-то классный ресторан, в классной кухне, открыть классную бутылку местного какого-то вина, возможно, да, еще что-то. Это дополнительная такая, как, область, вообще, жизни, которая супер наполняет, и я вообще в этом сплошную пользу, вообще пропагандирую всем своим друзьям. Ну, это прекрасно. Пить не одну, это уже бутылку вина, а постоянно пробовать, экспериментировать, и вообще, вот, как-то в этой области развиваться. Возвращаемся снова к книжкам и кино. Это работает очень хорошо, аналогия. Да. Потому что, ну, ты не можешь смотреть один и тот же фильм целыми днями, ну, это, как бы, нереально. Да. Как бы он тебе не нравился. Поэтому то, что гастрономия, кстати, у нас, это отличный тренд, и мне очень приятно, что люди это делают, и вот ты такой пример, да, потому что, опять же, мы перестали есть, чтобы наесться, просто поесть, как раньше, там, закинул котлету с картошкой и побежал там, да. Люди стали понимать, что это тоже часть удовольствия, и не просто чревоугодничество, а именно удовольствие посмотреть, как у кого-то рождаются вот эти блюда, как он их, блин, делает. То есть ты приходишь и думаешь, ёлки-палки, я не понимаю, как это, как это возможно? Особенно какой-нибудь шеф-стейбл, да. Да, да, и ты, и это не вопрос про то, что, о, я вот там именно хочу вот такое животное. Нет, это ты приходишь, и для тебя это экспириенс. Да. Вот, и ты выходишь и думаешь, блин, это было круто. Да, я согласен. Для меня это прям вообще, наверное, одно из самых больших наслаждений в жизни. Поэтому надо просто понимать и как-то вот объяснять, да, то, что мы, ну, нам нет смысла есть плохую еду и нет смысла пить плохое вино, в принципе, как бы, да, но мы можем есть там обычную еду, да, но все равно это часть человеческого творчества. Мы просто соприкасаемся с элементами человеческого творчества и человеческого, креатива и человеческого таланта, который в том числе заключается в том, чтобы приготовить очень вкусные, очень необычные вещи, и прийти в ресторан, какую-то атмосферу ощутить. Это вот, мне кажется, опять же, у более молодого поколения уже более развитое, развитое, что ли, отношение и развитый взгляд. Они уже такие. Ну, потому что, наверное, они уже в меньшей мере слышат то, что там даже я там слышал, да, от своих родителей и так далее, про дефицит вот этих историй. Я не помню, я в этом жил, но я этого не помню, по крайней мере, да, я совсем маленький был. Но вот это, я помню, что это преследовали рассказы об этом еще очень долго, а они все-таки в другой немножко, уже в другую эпоху и немного другие вещи слышат, в том числе, в том числе наши подкасты. Да, посмотри на кофейни, они уже выросли на каких-то там 50 видах кофе. Да, 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 я до сих пор прихожу, не знаю, какой кофе мне нужно выбрать как бы. Вот, и это в том числе делает их, у них появляется привычка к более сложному выбору. Да. Мы же ли в мире один или второй, как бы, все. Ну, то есть, что тут, какие у тебя вопросы. Вот, поэтому вам ячменный кофе или растворимый? Три в одном. Вот, а у них, они живут уже, это тоже, кстати, большой челлендж для бизнеса, вырастает поколение, привыкшее к изобилию, к большому выбору, к сложному выбору, и к тому, что ты должен ему объяснить, почему, как бы, вот, я должен выбрать вот это или, там, вот это. Я вот еще до конца не понимаю, как это изменит индустрию, но это, пожалуй, такой один, наверное, из следующих больших челленджей для всех, понять, вот, что это новое поколение, как с ним взаимодействовать. Здорово. Мы уже с тобой два часа почти, поэтому я хочу, чтобы все досмотрели, поэтому будет финальный вопрос. Я вот смотрю на тебя, и ты занимаешься этим бизнесом почти 30 лет, и я вижу, что ты увлечен, то есть тебе интересно, тебе нравится, и в целом по энергии, знаешь, чувствуются вот эти вот какие-то тонкие такие материи, что когда человек заинтересован, он горит, и это прямо излучается. И у меня возникает невольный вопрос, вот, как бы, ты уже столько лет этим занимаешься, у тебя есть большие успехи, какая впереди, вот, путеводная звезда-то вообще? К чему прийти хочется, или как достичь чего-то, или что-то реализовать? Вот что является путеводной звездой, которая так зажигает? Ну, во-первых, я живу эту жизнь, и эта работа, и этот бизнес, это жизнь моя. То есть, как бы, кайф я получаю от этой самой жизни, да, то есть, вот, это не работа. Как бы, это, ну, это работа, но внутри это жизнь моя, да, я хочу прожить эту жизнь вот так, делая то, что я делаю, я кайфую от этого. Это первое. Второе, да, у меня есть некий образ компании, которую бы я хотел создать и оставить после себя. То есть, вот, я понимаю, что я хочу создать, вот, еще есть там определенные кирпичики с точки зрения того, что бы я хотел передать, ну, как бы, там, следующему поколению. Там, условно, да, потому что, вот, я, вот, ну, как бы, я эту компанию вижу, она, она для меня представляет, вот такую, какую я хочу сделать, она для меня представляет, ну, такую человеческую жизненную цель, да. Пожалуй, у меня тут нет никаких ни по выручке целей, ничего. Это вот именно идея закончить вот тот большой проект, который в голове я построил себе, там, лет, может быть, 10 назад, когда вот я при лицензировании все это прошел, когда все это успокоилось, и я вдруг понял, что если говорить про какой-то далекий путь, это было, наверное, даже ближе к моему полтиннику, я стал замышлять вот так, типа, там, 50 лет, там, начинаешь думать, там, вот, то какой-то я вот для себя такое представил, что вот компания должна состоять вот из этого. Не хочу рассказать и секреты, потому что это такая достаточно и коммерческая информация, в том числе. Мне больше идейно интересно, ты понимаешь, у меня вообще идея... Но идея состоит именно в том, чтобы создать, вот, именно создать определенные вещи, не только построить компанию торгующую, у нас там есть виноградники, мы создаем проекты, у нас там есть много других сейчас новых инициатив, которые мы хотим, и я хочу реализовать, создать компанию многопрофильную и производящую интересные вещи, ну, там, возьмем тоже наш Онегин, он же двигается и очень хорошо двигается, да, и там еще есть куча идей, вот, и продающую, но при этом общность людей, которые такую устойчивую, такую, не знаю, компанию, одну из лучших на рынке, да, которая, ну, была бы примером в своей индустрии в какой-то степени. Денежные цифры, как-то спать с деньгами ложиться не тепло. Здорово, на самом деле, я очень прям вдохновлен, и я, мы на самом деле, у меня это традиционная моя история, что мы вроде бы встречаемся говорить про бизнес, но очень мало говорим про какие-то там цифры, какие-то бизнес-процессы, меня всегда больше интересуют подход и философия предпринимателей, потому что, на мой взгляд, именно вот эта философия, эти идеи, они отражают то, что происходит как бы внутри компании, то, почему компании там становятся успешными или неуспешными, и вообще живут какой-то свой путь. Я тебе честно скажу, я прям очень доволен, мне кажется, мы огромное количество пользы и идей, ну, не мы, ты, в первую очередь, раскрыл, я искренне прям кайфанул, и как я могу тебе точно сказать, что я 100% через какое-то время буду вынужден позвать тебя еще раз, потому что столько тем, которые еще можно и хочется обсудить. Много в них остановились. Да, но так или иначе, я понимаю то, что фокус внимания, если мы сделаем выпуск на 5 часов, просто ребята не досмотрят, мы лучше разделим это на некоторое количество чтей. Спасибо тебе большое, я прям супер вдохновлен. Мне кажется, кстати, это вообще первый материал с тобой на тему вот каких-то таких философских идей и вообще подхода. По крайней мере, может быть, какие-то короткие выжимки где-то были, но вот так, чтобы емко. Да, это первый раз, я, честно говоря, не имел опыта раньше общения с таким собеседником. Круто. Спасибо тебе большое. Круто, спасибо, Саша. Дорогие мои, традиционно, если вам понравилось, обязательно втыкайте лайки, если не понравилось, дизлайки тоже можно втыкать, но мы вас обязательно запомним. Самая важная, самая важная идея, ребят, мы два часа общались с таким человеком и огромное количество сегодня мыслей, идей, очень сильных, на мой взгляд, прозвучало, поэтому будет очень здорово, если вы в комментариях будете обмениваться этими идеями, какими-то выводами, инсайтами, комментировать, обсуждать, потому что в комментариях, во-первых, вы найдете еще целую порцию каких-то мыслей, которые, возможно, промелькнули мимо вас, а во-вторых, просто сможете зафиксировать для себя какие-то ключевые поинты, которые вы услышали, поэтому не забудьте и подпишитесь на канал. Максим, спасибо еще раз большое, очень кайфанул, очень рад. Спасибо, спасибо, взаимно. Пока, ребята.